Доброе утро! Спасибо, что пришли. Как говорится, арт-директора сейчас ощущают себя в шкуре музыканта. Полупустой зал. Да, поскольку всю эту тему замутил я, мне и расхлепывать, и начинать. Почему я это все решил все-таки сделать, потому что я сам очень много общаюсь с музыкантами, очень много вопросов у музыкантов. И захотелось это вынести немножко на более крупный уровень, чтобы и видео было какое-то, и арт-директоров было побольше и так далее. Потому что есть полное ощущение, что мы в разных мирах живем, арт-директора и музыканты. Полное непонимание каких-то механизмов работы, общепиток, клуба, куда катится мир, меняется, и что происходит. Поэтому хотелось бы, чтобы все приземлились, встали на почву реальности, понимали, что происходит и как дальше нам сотрудничать, а не воевать. Потому что положение на самом деле тяжелое у всех, и у музыкантов, и у арт-директоров, и у клубов. Поскольку в том секторе, в котором мы, по большому счету, это назвать бизнесом нельзя. Это бизнесок маленький такой у всех. Никто не зарабатывает никаких огромных денег, все работают на выживание на данный момент. И это не только с кризисом связано, это всегда было так. Я с 98-го года работаю арт-директором, выживали и в бизнес превращались только те заведения, где живая музыка была некой опцией, а не основным двигателем заведения. Это чисто питейные заведения, где просто вечером играет живая музыка. То есть они работают и завтраки, и обеды, как ресторан, а ночью как дискотека, а вечером играет какая-то живая музыка. В принципе, я бы разграничил арт-директоров моих коллег. Есть несколько категорий клубов. Клуб Козлова и, наверное, Дуров работают конкретно только на ивентах, как я понимаю. Ну, в смысле, там есть бизнес-ланч в Дурове? Есть, да? Да. Ну, вот в клубе Козлова, допустим, кроме концерта, в вечернее время ничего не происходит. А в Союз Композиторов? Тоже композитор. Да, в Союз Композиторов и Козлова работают... Бизнес-ланчи? Да, ну бизнес-ланчи есть, но это не составляет там очень мизерной выручки, чтобы вы понимали, по экономике. Бизнес-ланч это вообще просто... Ты даешь возможность официанту чуть больше заработать просто, а ты сам ничего на бизнес-ланчах не зарабатываешь. То есть, есть вот катерика горях клубов, как Клуб Козлова и Союз Композиторов, наверное, и Дуров тоже частично так, которые работают на ивентах. И есть клубы, как клубы Бутмана и Эссе, где, как бы, там есть у вас, наверное, завтраки и обеды, и вечером, да, да, и вечером живая музыка. Я не знаю, что у вас, но очень пора сходить. А сейчас о Идеи будем говорить? Нет, будем говорить в том числе и о Идеи, и я хочу себя подвести именно к механике. Некой механике, которую музыканты не понимают абсолютно, что происходит. То есть, концерт не является корпоративом. За концерт не платит заведение группе, как на корпоративном мероприятии, а заведение платит музыкантам только потому, что оно должно заработать. Оно должно заработать на этих самых музыкантов. Это тоже хотелось бы, чтобы музыканты поняли. Так вот, я сейчас хочу отчертить несколько вопросов на, как бы, таких векторов, относительно которых мы будем вести сегодня беседу. Я просто написал себе некие подсказки, да. Во-первых, я хотел бы рассказать вам, что такое арт-директор, чтобы вы понимали, да. Значит, есть хозяева, которые нанимают арт-директоров, арт-директоры нанимают музыкантов, грубо говоря, да, и все, все происходит как. Так, поймите, приземлитесь абсолютно, да, от вас нужны только деньги. То есть, никому не нужна ваша музыка абсолютно. То есть, у нас недавно была такая встреча с журналистами, которые сказали, вы никому не нужны. Вы на самом деле никому не нужны. Это очень важно понять, что с точки зрения коммерции, вот, все, что мы ведем, все эти коллективы, это вообще не бизнес. То есть, ни музыканты не зарабатывают, ни заведения особо на них не зарабатывают. Даже если взять относительно медийные группы, которые собирают полный зал, там тоже мизерные зарплаты музыкантам, выжить невозможно, да. То есть, я хотел бы сказать, что разграничим на две части. То есть, есть понятие музыкант, который может играть в кучу проектов и выживать. И есть понятие проект, группа, которая, в принципе, в условиях, вот, теперешней ситуации выживать не может. Поскольку в клубах заработать больших денег невозможно, ни со входа, ни как. Значит, основные векторы, которые я хотел рассказать, по которым мы будем сегодня общаться, это экономика, да, понимание того, сколько народу должно быть на концерте для того, чтобы клуб отбился. Я быстренько скажу, просто недавно мне вот тут цифры по клубу Козлова рассказали, что в случае, если выручка в клубе Козлова на концерте составляет меньше 50 тысяч рублей, то мы в минусе. 50 тысяч рублей – это 100 человек по 500 рублей, чтобы вы понимали. То есть, любой концерт в клубе Козлова, на котором 15 человек, 20 человек, 30 человек, да, заведомо убыточный, в большинстве заведений эта цифра приблизительно такая, да, грант? Ну, да, мне просто посчитали вот такую сумму, из чего состоит эта сумма, для понимания, да, это, конечно, это аренда, это коммунальные услуги, это фонд зарплаты, это себестоимость продукта, это реклама и так далее. Это просто, мне кажется, что? Непредвиденных расходов. Конечно, куча непредвиденных расходов, это ремонт аппаратуры и так далее. В общем, это вот маленький экономический механизм, который я бы очень хотел, чтобы все музыканты себе уяснили. Никто на вас не зарабатывает, чаще всего теряет. Второе, да, о чем я хотел сказать, это музыкантские проблемы, да, претензии к музыкантам, которые... претензии к арт-директорам тоже мы выслушаем, разумеется, но я хотел бы сначала сказать о претензиях к музыкантам, да. Значит, первая самая большая претензия к музыкантам, кроме... Все это все внимательно скажут ко мне. Я знаю несколько коллективов, которые играют раз в месяц, они довольно медийные и собирают полный зал народа, да, раз в месяц. Ну, возьмем, допустим, Алёна Тоймицу, возьмем Маринку Плюс, которые играют, нас собирают. Вот в последнее время они играли не чаще раза в месяц вообще Маринку Плюс. Алёна тоже. То есть раз в месяц относительно медийные коллективы, которые известны, там, Маринку Плюс, там, 15 лет существует, знают, Алёна Тоймицева, там, засветилась на голосе, играют раз в месяц, чтобы собрать полный зал. Коллективы, у которых нету, полное отсутствие пиара, фан-страниц и так далее, играют 10 раз в месяц и не собирают нигде. Просто чешут по клубам, ради чего тоже непонятно, надо много играть, надо часто играть. Это огромная проблема для площадок, потому что, если так будет продолжаться, ребят, просто получится, что эти коллективы никто из нас ставить не будет. Это я просто готов за всех сказать, при такой частоте. Играйте раз в два месяца, раз в месяц, в лучшем случае. Вторая претензия – это короткая программа. Оп, прошел час, а мы закончили. Я говорю, как закончили? А у нас больше программы нет. За этот час заведение вообще ничего не заработало, тоже надо понимать. Тут есть еще момент того, что кроме количества народа, надо понять, сколько этот народ в клубе сидит. Если он сидит всего час, то понятно, что средний человек маленький. Второе – это, конечно, халтурные программы. Но это просто, не знаю, это, наверное, отдельная тема разговора, потому что мне кажется, что прошло время этих халтурных программ. Народ уже прекрасно хавает, как говорится, и понимает, что к чему. То есть музыканты собираются, не знаю, кто сегодня будет на барабанах, по ходу разбрасывают ноты, играют какие-то стандарты, поскольку музыканты не знают программы этой группы. Это тоже большая проблема, потому что когда нет шоу, друзья, не будет и бизнеса. То есть почему я хотел бы в пример привести Маримбу Плюс, как успешный коллектив, опять же, абсолютно андерграундный, поскольку они не светятся ни на каких там федеральных каналах, про них не пишут, СМИ, да, это андерграунд коллектив, но коллектив, который в очень правильном векторе движется. Если вы придете на их концерт, это настоящее шоу, на это приятно смотреть, полный интерактив со зрителями. Да, музыка играется не для себя, а для зрителей, и вместе с тем эта музыка очень высокого качества, и авторская. Дальше, что еще я хотел сказать? Да, полное отсутствие пиара от группы. Это просто катастрофа. Не буду говорить, значит, конкретные имена, но приведу пример. Выступает большой коллектив в клубе, очень большой коллектив. В зале народа меньше, чем на сцене. Недовольство, конечно, со всех сторон абсолютно, поскольку на входе там мизер, нам нечем платить звукорежиссеру, в баре выручка мизер и так далее. Я специально захожу на страницу всех участников коллектива, ни у кого нет никакого поста о том, что у них сегодня концерт. Это просто, я не знаю, как это назвать вообще, но это происходит довольно часто. И не только с какими-то там неизвестными группами, но в том числе и довольно известными музыкантами. У нас такая история была. Я просто специально зашел, посмотрел. То есть уповать на то, что клуб соберет публику на вас, нельзя. Надо вместе с клубом пиариться. То есть времена изменились, надо реально стать на почве реальности и понимать одну вещь. Вы должны реально быть всем, кроме того, что вы должны быть музыкантом хорошим, вы должны быть хорошим пиарщиком, не стесняясь ничего. Сам себе директор должны быть, дизайнером должны быть, делать афиши нормального качества, то есть учитесь хотя бы чуть-чуть там работать в фотошопе. Надо интересоваться всякими технологиями продвижения в Фейсбуке, таргетированной рекламой, в Ютьюбе таргетированной рекламой и так далее. Без этого теперь никуда. Просто реально никуда. И еще хотел бы про некоторых музыкантов сказать. Есть такая категория, я их называю свидетелей джаза. То есть это гений, которые играют музыку исключительно для себя. Им весь мир обязан. Толпы народов должны прийти на их концерты, но они не понимают, они ходят на концерты попсы исключительно. И все, что они играют, они не играют они, это попса. И для этих музыкантов реально не существует, да, им наплевать, какое количество народа в зале. Они мне лично говорят, а нам все равно, сколько народа в зале. Они играют для себя. Это тоже такой тупиковый вариант, который ни к чему не приведет. Я не знаю, как они вот сейчас в условиях этого капитализма выживают, эти музыканты. Они реально играют в кучу коллективов на заменах. Это позвоночники называется, да, то есть они по звонку там едут на халтуры. Слишком много я говорил. У меня там очень много чего подготовлено, на самом деле. И ответы на фейсбуковские... Нет, просто в фейсбуке-то все тоже движется, там тоже все обсуждается. Эти люди, конечно же, не пришли бы, я знаю, что не придут. Да. То есть там претензии к арт-директорам, но это мы рассмотрим попозже. Я устал от своего голоса, на самом деле. Хотел бы... Кто сейчас готов у меня взять слово? Да, я хотел бы, чтобы немножко грант... Да. Поскольку грант у нас тут исключение из всех нас, поскольку он является как бы хозяином заведения... Да, я вот не сказал, да, про то, что арт-директор находится между двух огней. Вы это поймите хорошо, да? То есть первое это хозяева, которые могут ему сказать реально, ну что это такое, концерт Леши Круглова, на котором два человека, да? Поставь Соса Павлиашвили, к примеру. Ну ты неволея сказать, а как Соса Павлиашвили? Скажут, это принесет деньги, поставь Соса Павлиашвили. То есть... Арт-директор все равно подчиняется начальству, и между двух огней, это значит, что они должны с одной стороны как бы удовлетворить экономические чаяния, да? Другой, экономические чаяния заведения, с другой стороны, экономические чаяния музыкантов. Это очень-очень сложно, с каждым днем все сложнее и сложнее. И вот Грант в этом вопросе, да, над ним, грубо говоря, никого нету. Счастье такое. Да. Конечно, на нем другой абсолютно груст, поскольку он несет вот эту идейную составляющую. Да. И вот я хотел бы, наверное, передать сейчас микрофон Геранту. И что? Да. Так, здравствуйте все. Во-первых, Арайка я очень люблю, конечно, да, все, что он инициировал, замечательно, я думаю, что такие встречи надо проводить, но много чего он не знает, и это не обязательно ему знать. Вот. Я не являюсь единоречным владельцем этого бизнеса, или не владельцем, и, в общем-то, я вам что хочу сказать. То, что сейчас Арайк высказал, это все было в Фейсбуке, все все слышали, все комментировали. И сейчас объяснять музыкантам, что вы должны делать то или нет, я во многом не согласен. Я считаю, что клубы свою задачу решают, музыканты свою задачу, и не надо все это путать в одну какую-то кашу непонятную. Да, сейчас время изменилось, нет менеджеров, нет агентов, нет тех, кто раскручивает, и если музыкант где-то что-то там сообразил, сделал кого-то там правильно себя повел, то у него может быть все очень успешно. Но пиаром в Фейсбуке, как бы, я не думаю, что можно собирать какую-то клубы, забивать, и, конечно, хорошо, если они это делают, окей, замечательно, все. По поводу нашего клуба, значит, все, в общем-то, в любом случае, я вам могу сказать, что арт-директора, если принимают решение в Арайкиной ситуации, например, он там... Клуб СССР. А, понятно. Понятно, серьезно. Я очень многих не вижу, я думаю, что на эту встречу могу прийти, конечно, больше народу со стороны именно музыкальной, и было бы интереснее, но если это делать регулярно, я думаю, это начнет работать. Я считаю, что клуб, во всяком случае, везде, в мире, где бы мы ни бывали, куда бы мы ни смотрели, джазом занимаются абсолютно энтузиасты. Здесь никогда, нигде никто ничего не заработал. Может быть, когда-то в 50-е годы, когда это были, не знаю, танцевальные клубы и так далее, тогда, может быть, что-то зарабатывалось. И сейчас говорить о том, что мы на джазе не зарабатываем, мы такие несчастные, значит, сидим. Да, на джазе никто не зарабатывает, все зарабатывается побочно. Если мы решили заниматься джазом, то это уже решение, которое ты сам себе подписываешь приговор. Ты сам себе говоришь, что все, я, вот, это не Соса Павляшвили, да, окей, как Харайк сказал. И я не единоричный, скажем, вот в моем случае не единоричный воздействитель, поэтому у меня тоже, мой компаньон постоянно меня толпит тем, что будь любезен, позови нормальных артистов, чтобы мы собирали клубы, или зайди там через дорогу, посмотри, что там творится. Вот, там 200 человек, там, не знаю, 300 человек пришли там на какого-то диджея, а ты тут какой-то квартет поставил, на котором 15 человек сидит. Вот. Здесь нужно понимать, что в любом случае джаз это вот такая вещь, с которой мы никогда не заработаем. Я когда, даже вот я спрашивал у Кирилла Машкова, почему так происходит, в чем дело, да, и он мне рассказал историю, что когда-то, когда он изучал, в Америке было, изучал вот, какие-то документы, какого-то клуба, к нему в руки попали, да, я им рассказывал, что он смотрит, там, 60 какой-то год, по-моему, значит, выступление Луи Амстронга, да, 15 человек в зале, вот, на следующий день выступление какого-то коллектива, который мы вообще сейчас не знаем, не помним, и его вообще нет, музыкальных каких-то вот этих архивов, на нем битком, да, это ничего не значит на сегодняшний день, другое дело, что должно быть как бы сбалансировано, и это все технологии, которые клубы должны сами делать, я не думаю, что надо музыкантов загружать, у нас нет в стране вообще, самая большая проблема музыкантов, нет менеджмента, нет такого вот музыкального менеджмента, где музыканту объяснишь, как нужно разговаривать, как нужно строить программу, да, Райк прав, потому что они выходят на сцену, там, через 40 минут он закончил, причем музыкант два месяца ходил, просил выступления, ты ему находишь дату, даешь выступление, он выходит, 40 минут поиграл, ты стоишь, говоришь, а почему, а мы больше не выучили, как бы, да, ну, окей, то есть они собрались случайно, у них нет репетиционных бас, они, очень часто у меня в клубе репетиции проводятся, по утрам, как бы, это все, но мне это все нравится, честно вам скажу, это все нормально, и клубы должны давать эту возможность, я могу сказать одно, что каждый из нас, здесь сидящих, решает вопросы по-своему, всегда мы для того, чтобы делать, вот, оставаться в джазе, оставаться в этой музыке, мы что-то побочно делаем, и бизнес-ланчи или не ланчи, это не решение вопроса, это совсем другая тема, то есть если, да, мы полноценно работаем, я могу сказать, что только, когда я открывал, да, заведение, достаточно достойные, и такие серьезные люди, бизнесмены в области, именно общепита, подошли ко мне, говорит, а что это, я говорю, это джаз-клуб, он говорит, а кому это надо, я говорю, ну, мне нравится, он говорит, ну, когда напалуешься, позвони, мы придем, откроем здесь нормальную пиццерию, и будем нормально деньги зарабатывать, что ты ерундой занимаешься, вот, вот, в принципе, я продолжаю этой ерундой пока заниматься, и, в общем-то, сопротивляюсь этому, но нет лучшего ощущения, когда у тебя в клубе, да, какое-то выступление, причем, это чаще всего, сразу скажу, это убыточные выступления, то есть, когда ты заплатил гонорар больше, чем ты соврал, вот, со входа, но всегда, вот, такие концерты, вот, мне лично доставляют удовольствие, бывают ситуации, когда ты стоишь в зале, и тебе просто, просто по кайфу, тебе здорово, ты смотришь, это тебе нравится, и уже плевать, там, да, с ланча немножко сняли, там, не знаю, с вечерних, поменьше стейков продали, или побольше продали, я не знаю, это не важно, важно, чтобы музыканты не лезли в эту кухню, и важно, чтобы вот мы, арт-директора, не лезли туда же, понимаете, куда музыкантам объяснять, как нужно работать в фотошопе, они наработают так, что эту афишу никогда не повесишь, понимаешь, это уже попытки были, Арай, не согласен, ну, я не знаю, мне кажется, что музыканты сейчас должны делать все, просто все, я не знаю, почему, я не знаю, давай сейчас не будем при них спорить, как бы, если есть возможность, да, вот есть коллективы, известные нам, где есть, как бы человек, который берет на себя эти расходы, он несет конкретные убытки, он несет расходы, он нанимает нормальных, там, не знаю, пьяшников, он нанимает тех, кто умеет пользоваться всем этим фотошопом, они делают профессиональные афиши, окей, все это здорово, это огромная работа, это деньги, если музыкант будет сидеть, сидеть в фотошопе, то кто будет писать музыку, я не знаю, а тот, кто занимается фотошопом, будет писать музыку, да? Ты думаешь, что они сидят с утра до вечера пишут музыку, Ну, это было бы самое идеальное, если бы это так было. Это не происходит абсолютно, они сидят в соцсетях до трех утра, четырех утра, и на них... Давай так, да, ну, как бы, так же, как у арт-директоров разные отношения, так же, я думаю, что и музыканты все разные, да, и каждый по-своему относится к этому. Нет, я просто, поскольку сам бывший музыкант, да, я изнутри все, все это вижу, то есть я раздолбаюсь, этому музыканту знаю прекрасно, то есть если их к этому не сподвигать, сказать расслабьтесь, все будет очень-очень прискорбно, я исключительно, если можно, я понимаю, в чем у тебя проблема, то есть ты такой замечательный человек, который никому ничего не может отказать, к которому все обращаются, который ставит коллективы, которые заведомо ничего не соберут, и так далее, и Арайка все знают, он такой замечательный, и потом у Арайки возникает миллион претензий к музыкантам, что ребята, что вы не пиаритесь, да, у меня тут сборов нет, по большому счету, это какой-никакой рынок, пусть нас мало, но это рынок, и если мы видим, что коллектив не собирает, то мы его больше не ставим, все, ребята приходят через какое-то время, предлагают, что-то новое, что-то интересное, хорошо, мы посмотрим, давайте попробуем, мне кажется, это должно работать так, а как-то сейчас объяснять, что ребята, вы давайте будете менеджерами, а будете собирать какую-то толпу, которая придет по 500 рублей заплатит, ну, не знаю, может быть, это и правильно, но клубы должны быть, и у клубов совсем другая задача, ты ставишь, вся схема очень понятная, когда я с европейцами, кстати, разговариваю, та же история, они не собирают, клубов практически нет, когда мы сейчас вот в Будапеште были, и этот, меня спрашивают, а сколько в Москве клубов, я говорю, ну, так, порядка 10, он говорит, ничего себе у вас жаза там, понимаешь, то есть у них в каждой столице, не в каждой столице, да, европейской даже есть клуб, понимаете, и это нормально, они, это как бы ситуация такая, что сейчас это нормально, к сожалению, здесь мне кажется, что наша задача совсем другая, если мы собираемся, мы продолжаем заниматься этим, наша задача пиарить, именно, именно саму музыку, наша задача совместно какие-то вещи делать, чтобы это стало популярным, чтобы это стало престижным, чтобы это стало круто ходить на такие концерты, а то, что концерты не собирают, это не секрет, это сейчас просто тяжело, не знаю, как у вас, у меня телефон каждый день, просто разрывается, приглашениями на театральные, какие-то постановки на концерты, причем это все стало уже такое, я не знаю, директ продаж называется, или что это такое, да, когда у тебя уже по телефонной базе надолбливают, там, давай, купи билет, купи билет, надо все-таки джазу, мне кажется, какую-то другую найти, именно, историю, какой-то другой вариант, где просто будет популярно этим заниматься, может быть, кстати, да, и попытаться, какое-то то, что мы когда-то хотели сделать, какую-то небольшую ассоциацию, которая могла бы требовать какого-то поддержки от государства, или, не знаю, от министерства культуры, каких-то маленьких, не надо, вопрос даже не в деньгах, а вопрос в том, чтобы просто вот этот, вот это рекламный какой-то способ, какие-то билборды, какие-то вещи, которые популяризировали бы джаз, вот и все, а дальше, как бы наша задача выбирать, и музыканты предлагают что-то, что мы, что нам, опять же, что нам нравится, опять же, субъективная ситуация, да, что нравится арт-директору, мало чего ему нравится, может, вообще-то, Стас Михайлович слушает, откуда я знаю, да, когда меня спрашивают, ты любишь джаз, я говорю, нет, я вообще люблю шансон, и все, вот у меня в машине шансон, и отстанете от меня, да, нет, вообще не слушаю, конечно, но вопрос не в этом, вопрос в том, что как бы надо, надо, чтобы ребята делать, ну, занимались своим делом, как мне кажется, а мы своим делом, и рассказывать им, из чего у нас деньги складываются, это, это глупо, и зачем это вам нужно, по большому счету, вам это совершенно не нужно, вам нужно делать музыку, вам нужно предлагать какие-то проекты, и, а клубам надо это показывать, если они считают это возможным, и дальше, как-то подозрасть кучу, сейчас есть одна схема у нас в стране, как раскручиваться, это голос, больше ничего нет, сейчас все мы его знаем, всех этих музыкантов мы знаем, сейчас самое главное попасть в этот голос, после голоса у тебя десятикратное увеличение гонораров, все, и ты пошел, значит, какое-то время, значит, да, инструменталистам вообще нечего делать, да, на самом деле, к сожалению, вокалисты вот это нашли, эту схему, я не знаю, долго это еще будет работать, давайте мы сделаем какой-то другой, альтернативный вариант, давайте мы сделаем для инструменталиста что-то, ну, как бы здесь, мне кажется, идеи надо обсуждать, а не рассказывать им, что будет нам плохо, и у нас, как бы, ланча мало, и, в общем, грант уже был большой джаз, который не дал никакого выхлопа, абсолютно, то есть, это тема инструменталистов была, конечно, да, канал культура, понимаете, в нашей стране нельзя на таком канале ничего показывать, да, никто не смотрит, никто не смотрит, да, можно вопрос? Да? Я говорю, если посмотреть в перспективе года, например, клуб Алексея Козлова является, убыточным для прибыли, ты все время говоришь про отдельные концерты, а в массе... Убыточные, убыточные. А если... Знаете, я вспомнил одну такую, байку, да, сначала байку скажу, потом представлю, если можно, Кирилл меня поправит, Машков, наверное, знает более точно, где-то я прочитал, что Лестер Янг однажды пригласил молодого музыканта приехать поработать в другой город, и тут музыкант спрашивает, сколько я получил, он говорит, ты получишь за вечер 10 долларов, он говорит, чувак, что-то, дорога стоит 15 долларов, он говорит, чувак, для такой работы надо копить деньги, вот так же ситуация с джазом, да, для того, чтобы не заниматься, надо копить деньги. Меня зовут Максим Тимошин, я генеральный директор продюсерской компании Тимошин, мы, как бы, тоже так, находимся посередине, скажем, между и арт-директорами, почему, потому что я фактически не являюсь арт-директором клуба Дуров, в клубе Дуров проходит наш проект Jazz in Motion на протяжении уже 7 лет, вот, до этого я действительно был пиар-менеджером в клубе Игоря Бутина, сейчас у меня, как бы, собственно, бизнес, мы выступаем в клубе Дуров фактически как промоутеры, то есть мы организовываем там концерты, у нас есть с этой площадкой договор, мы не делаем каждый день, как раз, вот я не делаю каждый день, именно по той самой причине, что для того, чтобы это было, было, я стараюсь, чтобы это было прибыльно, потому что здесь мне никто не платит зарплату, сколько я заработал, сколько я заработал, то есть ресторан, в принципе, эта схема, ресторан, она не новая, ресторан пытается, питается за, питается, кормит и питается, как бы, за доход с ресторана, а мы, наша компания, получает доход с концертов. Зал у нас большой, порядка 250 человек, поэтому для меня, скажем, меньше 100 человек, это, конечно, не очень хорошая ситуация, раньше мы делали концерты каждый четверг, сейчас мы делаем больше концертов, там и 7, и 8, и 10 месяцев. Знаете, у меня, в принципе, такой проблемы нет с артистами, потому что, как раз я стараюсь выбирать для клуба именно артистов, которые как раз очень хорошо относятся и к промо, и к пиару, и к своему, как бы, имиджу, и я действительно считаю, что это очень важно, и, безусловно, это большая помощь для организаторов концертов, когда артист сам за этим всем следит. Я считаю, что я сам музыкант, я закончил Внестовскую академию по классу саксофон, и мне кажется, что вот, когда я учился, там, конечно, не было никаких дисциплин, но мне кажется, что сейчас, безусловно, необходимо, это, во-первых, артистическое или сценическое мастерство, то есть, мне кажется, обязательно необходимо учить музыкантов, как себя вести на сцене, как быть артистом, второе, и вообще думать о своем имидже и так далее, потому что, на самом деле, для меня вот это проблема, я не могу понять. То есть, играть как Джон Колтрейн, это нормально, а вот одеваться так же, как Джон Колтрейн, это не надо никому, да, то есть, возьмите все какие-то старые записи, как выглядел Чарли Паркер, как выглядел Телленус Монг, почему Малс Дэвис, когда делал свои концерты, в последнее время были попсовые концерты, одевался как поп-звезда, да, у него был сценический образ, он думал об этом, возьмите известную пластинку Малс Дэвис, где он лежит там полуголый на кровати, с обнаженным торсом и струбой, почему-то для него это было абсолютно нормально, хотя он уже был Малс Дэвис, ему доказывать ничего не надо было, но наши артисты почему-то вот, то есть, как бы те, кто занимается джазом, музыканты, они этого боятся, они очень боятся как бы себя продвигать и делать какие-то там обложки для журнала, обложки для артистов интересные, какие-то фотосессии интересные, почему-то кажется, у меня вот была такая история, когда я приглашал певицу, она приезжала в джинсах, рубашке и в этом же выходил у нас не одевала как бы никогда платье, я спрашиваю, а почему? Ну, как бы вроде, ну вот это же джаз, вроде джаз-клуб, вот такое отношение мне не нравится категорически, я безусловно возьму группу, может быть, она не настолько интересна с точки зрения там музыкального какого-то материала, но она подходит к себе как артист, да, у них красивый костюм, у них выстроена программа, безусловно я согласен с тем, что нужно думать про музыкальную программу, потому что вот мы занимаемся еще концертами в Доме музыки, или сами организовываем или пиарим эти концерты, я вижу каждый раз за кулисами, как артисты к этому подходят, как они выстраивают программу, они выстраивают, как сказать, термотургически, да, они знают как бы в каком отделении какую вещь сыграть, кто как выйдет, кого там из зала выцепить и так далее. Музыканты у нас про это не думают, как правило приезжают и говорят, ну что сыграем, вот это вот это да, как бы то есть вопрос программы, вопрос к имиджу, вопрос к материалам, я считаю, что обязательно вот в музыкальных заведениях должно быть какой-то краткий, вот помимо артистического, краткий ликбез по пиару, по пиару именно в социальных сетях, я считаю, что это очень важно, потому что через социальные сети, если мы возьмем билетных операторов, некоторые билетные операторы вообще работают в продвижении своих концертов, на которых они зарабатывают комиссию, только через интернет, поэтому безусловно там пост в фейсбуке не привлечет сразу 100 человек, я с этим согласен, но он обязательно поможет, потому что лишний раз кто-то увидит, скажет, да, мы хотим прийти, да, мы хотим на это сделать, также мы, в частности, стараемся всегда заниматься пиаром, то есть те артисты, которые выступают у нас, мы стараемся сами пробивать, то есть фактически мы к каждому концепту стараемся относиться как к отдельному проекту и стараемся делать, организовывать какие-то эфиры, если получается не телевидение, да, это не центральный канал, это может быть лайфинус, иногда это там радиостанция серебряная дождь, но мы, как сказать, мы совместно, вот это совместная работа, то есть у меня есть пример музыкантов, которые у меня выступали в клубе там три года назад, они собрали 30 человек, сейчас они собирают 150 человек, потому что и мы им делали эфиры, и они делали эфиры, и они совместно, совместными усилиями, безусловно, как бы уже аудитория переросла и сделалась, поэтому, что касается неприбыльности джаза, но это вопрос, объясню почему, почему я с этим не согласен, мы все 100%, очень много я вижу заведений в Москве, которые хотят повысить свое посещение зала, ресторанов, да, именно, то есть они ставят сцену, приглашают, начинают приглашать джазовых музыкантов, почему джазовых, потому что, во-первых, это дешево, недорого, во-вторых, это качественная музыка, да, и в-третьих, это все равно артисты, которых вроде бы, ну, не стыдно представить, и вот даже среди нас есть люди, которые сидят и пытались и делали концерты в разных заведениях, как сами артиликлера, поэтому очень многие рестораны именно стараются, то есть у них есть прибыль, у них есть выручка, у них есть там, не знаю, каждодневные там 50, 60, 70, 80 человек, они хотят больше, они стараются организовать концерты, пусть не каждый день, но может быть там по пятницам, субботам, то есть все равно музыканты, выступающие в ресторанах, они привлекают все равно дополнительные аудитории, вот из недавних примеров, например, есть такой ресторан УЗИ, который находится рядом с Домом Музыки, там пафосный, дорогой ресторан, там никогда не было никаких концертов, то есть были какие-то эвент-верприятия, летом, например, они сделали концерт Таису Румидис, да, и стали еще там делать, каких концерт музыкантов, поставили себе небольшую сценку и сказали, а почему бы нет, выходные дни, там пять дней за субботу, это приучало больше народа, безусловно, там джаз, она такая специфическая ниша, конечно, это не диджест, не концерт Стаса Михайлова, но здесь я считаю, при как бы должном творческом союзе такого арт-директоров и музыкантов может получиться хороший результат, что касается голоса, ну вот и да, и нет, у нас были примеры, то есть если, голос очень хорошо работает, когда есть своя собственная программа клевая, хорошая, как, например, все знают, например, кто это, это термейт с Антоном Беляевым, вот он как на джаз-паркинге собирал много лет назад народ, на него народ ходил и покупал, как битком были забиты зала под него, у него была готовая программа музыкальная, вот так он раз, и как бы это подняло его сразу до напершин уже к Рокус, к Рокус Сити Холла. Что касается других артистов, если у них нет музыкальной программы, если у них до этого в голосе ничего, ну как бы нет такого продукта, потому что это прежде всего продукт, надо все время, вот я стараюсь думать о том, что я продаю, вот я не делаю концерт, я не творчески подкажу, я продаю, вот как мне нужно продать бутылку воды, то я хочу продать, так же я как бы концерт стараюсь его продать как некий продукт, вот если артист так же не думает про это, что хочет это продать как продукт, и хочет быть, и потом артисты, они сами же зарабатывают тоже очень на корпоративных мероприятиях, и для артиста выступления каждый раз, то есть я вижу часто артистов, которые наоборот очень ответственно подходят к концертам в клубах, потому что они говорят, у нас есть корпоративы, мы хорошо зарабатываем, А концерты в клубе, это для нас, во-первых, это своего рода пиар, потому что, безусловно, попробуйте какое-нибудь вент-пероприятие для группы засунуть в ваш досуг. И так там тяжело пробиться. А когда у тебя есть концерт в клубе, а тебе уже напишут, то есть в твою жизнь, то есть это пиар, безусловно. И потом очень часто люди приглашают своих каких-то партнеров, своих друзей, журналистов, которые приходят на эти концерты. Поэтому, мне кажется, здесь надо либо как-то совместными усилиями и действительно объяснять музыканту и говорить. И у меня такая ситуация, что, например, когда я запускаю концерт, я обязательно позвоню артисту и говорю, вот тебе афиши, мы сделали сами, повесь, пожалуйста, здесь я в социальных сетях, повесь, пожалуйста, на сайте. Я сам это отслеживаю, я сам прошу, я сам прошу, чтобы артисты делали рассылки и так далее. То есть с этой точки зрения их тоже надо контролировать, безусловно, как они делают свое продвижение. Но самое главное, безусловно, понимать и арт-директорам, и музыкантам, что это шоу прежде всего. Люди хотят и готовы платить деньги за шоу. Они не хотят приходить и просто послушать, как кто-то где-то играет, как Джон Колпорин или там Малс Дэвис еще. Они хотят видеть прежде всего, что это нормальная ситуация. И в те годы, когда джаз стал таким импровизационным и так далее, люди тоже ходили на шоу, потому что когда выходил Чарли Паркер в красивом костюмчике, шутил, вел там концерт свой, какие-то шутки, еще что-то, да, и все люди хотели на это ходить, на это смотреть. Поэтому вот шоу и продукт, это прежде всего очень важно как для музыкантов, так и для арт-директоров. Спасибо. — Прекрасно сказал Максим, я с ним 90% согласен. Относительно шоу «Голос» хотел тоже сказать, опять не буду назвать имена, но в общем коллектив, который собирал до «Голоса», назвал там в 100-120 человек, после «Голоса» стал собирать меньше. Почему? Да, потому что стал играть чаще, стали звать во все клубы, да, этого не звали, да, и публика размазывать по разным клубам, да. Это тоже, вы понимаете, что это тактика, дипломатия, да, надо думать о таких вещах. То есть вот реально «Голос» сослужил нехорошую службу, потому что, ну, смысл приглашать шанс, если они играют там, и там, и там, и там, и там. — Можно я добавлю? — Да. — Ну, по поводу термейцев, да, реально. Антону Беляеву там реально вложено, наверное, одному ему и известно, сколько вложено. Любого из музыкантов вложите такие деньги, и можно это поднять. Реально. Поэтому, ну, мне кажется. У него, я просто хочу сказать о том, что Антон Беляев был подготовлен, то есть у него был продукт, который уже был интересен. — Он был интересен. — У меня выступали в «Дурове» артисты, которые появлялись в «Голосе», приходили потом в «Дуров», и казалось бы, что сейчас бабах, а не бабах. То есть, может быть, это сработало на 20-30 процентов, люди пришли, потом посмотрели, сказали, а в «Продукте-то все равно не за что взяться». И потом уже, вот там, в прошествии, когда «Голос» уже полгода или год, эти артисты уже наравне абсолютно, я не буду как бы называть, чтобы не обидеть. У нас была одна певица, да, она была на проекте «Голос», и ничего это не принесло ей абсолютно никак. То есть, ну вот Тина Кузнецова, она как была Тиной Кузнецовой раньше, да, как ее приглашали там на разные фестивали, и как мы там тоже ездили в Лондон, там, Масленицына, еще там какие-то фестивали с ней вместе, да, с этим проектом. Так она вот сейчас только набирает еще больше оборотов. Если нет продукта, если нет шоу, то тебе никакой «Голос» не поможет. То есть, вырастет, безусловно, я смотрю по поисковому, там, у меня сайт, я отслеживаю статистику, количество заходов. Да, я смотрю, как бы, артист появился в «Голосе», на его страничку заходит гораздо больше народу, да. Но то, что на него стали больше билетов покупать, это абсолютно не факт, тем более, если, ну, как бы, он не заинтересует, не затронет. Поэтому здесь очень важно, имея хороший продукт, да, попал на «Голос», отлично, ты с этим продуктом просто взлетишь и выстреливаешь. А если у тебя все равно шоу никакого нет, у тебя все равно этот «Голос» забудется через, там, ну, 3-4 месяца. И, типа, потом на телевидении там есть тоже такая штука, ну, как бы говорят, что человек запоминает, когда он там не меньше 40 раз появился. То есть, он появился один раз, два раза, а потом, чтобы вот такое лицо совсем стало и примелькалось, это нужно очень часто появляться. Поэтому «Голос», конечно, очень сильно помогает, и слава богу, что он есть, потому что у нас было огромное количество музыкантов, которых мы и так всех знали, да, и этих певиц, а потом они раз попали на «Голос» и уже их знает более широкая аудитория. А без «Бродокта» никуда. Натя, может, скажешь, что я идти? Да? Да. Женщины? Можно я еще, пожалуйста? Да, пожалуйста. Значит, ситуация сразу немножко другая. «Голос» — это уже, мне кажется, это уже популярная музыка становится, да, для более широкой аудитории. У «Джаза» всегда маленькая аудитория. Не знаю, что вы смотрели, но на запрос «Джаз» в Яндексе, по-моему, не больше 15 тысяч запросов в огромном нашем городе, в Москве, да, с 15-миллионным населением. Это вот говорит о том, сколько у нас, как бы, вот нашей аудитории всего лишь. Но я вам могу сказать, что в «Джазе», к примеру, вот у меня всегда были топовые дни пятницы, субботы, да, казалось бы. Сейчас все наоборот. У меня два топовых дня — это вторник и среда. Вторник и среда, почему? Во вторник это джемсессионы, это вот вакханалия какая-то, это сумасшествие там, хотя там есть деспотизм Яши Окуня, да, естественно, в этом деле все известны. Вот, но, как бы, вопрос в другом, что в этот день музыканты собираются, и джаз — это всегда импровизация, джаз — это всегда то место, то, где они могут тусить, то, как им, ну, безобразить, может, с чем-то и так далее, понимаете? В этом весь сок, в этом рождается что-то. Мне кажется, вот эти дни сейчас у меня, да, они вход фри, естественно, свободный вход. И второй — это джазер-клуб, который собирает так называемые любители, там, old school, так, да, так и вот такое поколение. В джазе же у нас все поколения присутствуют на сегодняшний день. То есть это же несколько таких, и поэтому там собираются все старички, как бы, да, если так сказать можно, а по вторникам собирается вся, как бы, вот, музыкальная часть, музыканты молодые, там, взрослые, неважно. Но это те дни, когда у меня больше всего по бару продаж, очень больше всего, как бы, по кухне продаж, и, в принципе, минимальные, как бы, гонорары, минимальные там, но там, там, именно в эти дни ты видишь, что что-то происходит. И ты в эти дни именно видишь, что может быть дальше, кто появился, кто что-то новое сыграл, происходит это общение. Без этого невозможно. Те концерты, которые делает Макс, да, как бы, это правильно, это там нужно все-таки, чтобы ребята были действительно, да, выглядели нормально, выглядели. Это немножко такое, это действительно шоу, на которое надо собирать. В клубах, вот таких, как наш, да, ежедневной программы, ежедневное шоу нереально просто, это, то есть, что-то должно быть другое. И самое главное, я могу сказать, еще одно вещь, вот сейчас с Леной пообщались, пока слушали, то есть, без таких, как Круглов, да, не может быть джаза. Ну, не должно быть обязательно, обязательно это должно быть, но это никогда не будет популярным. Мне кажется, на это никогда не соберешь на воду, да. Да, Гранд, я просто расскажу, для меня большим счастьем это было. Значит, у нас в какой-то понедельник есть такой музыкант Иван Дым. Понедельник, фестиваль авангарда, 300 человек народа, 300 в понедельник на авангард. То есть, и знаешь почему? Это было шоу, это была подготовка серьезная со стороны организаторов. Абсолютно неважно, какая музыка, друзья, попса, не попса, авангардный джаз, не авангардный джаз. Тот же Круглов очень серьезно занимается продвижением и в социальных сетях, и афишки вывешивает в многих местах. То есть, Леша умница. То есть, я считаю, вот для меня большим показателем, кто знал покойного Анатолия Герасимова, да, Полика Герасимова, человек выходил в берете, в шарфике, садился, и это уже было шоу. Вы понимаете, не принципиально одеваться там в костюм, в шоу, это значит просто подход. Когда ты с уважением относишься к зрителю, потому что первое, это зрительное, да, зритель сначала тебя увидел, потом услышал. И очень важно, в чем ты, в свитере, блин, грязном, и в джинсах, и ты, может быть, и так, но просто как ты это все представишь, это очень важный момент, друзья. Просто показать уважение к зрителю, потому что без зрителя нет музыканта. По мне, это так. Вот и все, что я хотел сказать. Далее. Рома? А? Что? Да. Ну, может быть, я тогда скажу. Давай, давай. Добрый день, меня зовут Елена Моисеенко, я арт-директор, музыкальный директор фестиваля «Усайп Джаз». И продолжая эту тему, я хотела бы сказать, что, конечно, во всем мире джаз считается некоммерческой музыкой, откровенной некоммерческой музыкой. И именно поэтому поддерживается всевозможными фондами, поддерживается государством. И, допустим, когда мы очень много работаем, наш фестиваль работает с всевозможными посольствами и французскими институтами, и когда мы выбираем артиста из той или иной страны, конечно же, мы не получим поддержку, например, делая французского артиста на ЗАЗ. Потому что зачем продвигать ЗАЗ, это коммерческий артист, она сама продаст, она сама приедет. И в первую очередь дадут поддержку на какое-нибудь интересное джазовое трио или какой-то еще другой джазовый проект, который как раз, он не будет коммерческим, его не будут многие знать. На него, возможно, в той же Франции не ходят толпы народу на концерты. Но есть осознание у государства, что именно такую музыку надо поддерживать, да, что если не поддерживать вот такую музыку, то музыки просто не будет, потому что из нее вырастают даже те же музыканты, которые потом идут играть в поп-коллективы. И те же самые поп-звезды очень ценят таких артистов, потому что они приносят идеи, потому что они потом делают интересные аранжировки, потому что они же отчасти продюсируют их треки. А человек, который будет, как ты говоришь, играть от звонка до звонка, но у него нет времени на то, чтобы генерить эти идеи. Но в то же время, конечно, это проблема не только музыкантов российских. И вот буквально недавно я общался с одним немецким музыкантом, который выступал у нас на фестивале в Казани, и он мне просто говорил, я не хочу быть бизнесменом, я не хочу быть менеджером, я хочу встать с утра, взять в руки гитару и сидеть, сочинять музыку. Но мне надо отправить 250 имейлов во все концы света, мне нужно о себе напомнить, мне нужно заниматься нетворкингом и улыбаться всем. А я не хочу, я хочу писать музыку. Но вот, видимо, сейчас такое время, что каждому артисту все-таки придется быть, наверное, менеджером и искать какую-то вот эту золотую середину, какой-то баланс, успевать заниматься музыкой и успевать заниматься продвижением себя. И рассылать эти письма, продумывать свой имидж. Ну вот, это так. И я все время, когда думаю об успешном музыканте, почему-то вот все время представляю такого известного басиста Ричард Бонна или Ришард Бонна, потому что вот ты успешный музыкант, который при этом очень четко ведет свои дела и проверяет каждое письмо, которое отправляет его там агент, и каждую договоренность по каждому концерту вникает в каждую деталь, и, в общем, достаточно преуспевалов. Наверное, не избежать этого. Ну, я немножечко скажу о нашем фестивале, да, мы все-таки как бы не клуб, да, у нас другая ситуация. Мы большой крупный фестиваль, который проходит в пяти городах на данный момент, в Москве, Санкт-Петербурге, в Воронеже, Екатеринбурге, и в этом году мы впервые сделали город Казань. В следующем году мы планируем дальше расширяться, укреплять свой региональный статус. И когда я работаю над программой фестиваля, мне приходится, опять-таки, вот, может быть, у арт-директоров есть клуба, есть директор клуба, да, хозяин клуба, у меня есть директор нашего фестиваля, владелец нашего агентства, Мария Семушкина, для которой, конечно, очень важна финансовая составляющая, опять-таки, да, потому что агентству надо жить, агентству надо существовать, агентству надо зарабатывать деньги на следующий фестиваль, деньги на то, чтобы улучшаться, чтобы делать какие-то другие проекты, выходить на новый уровень. И поэтому точно так же приходится думать, соблюдать вот этот баланс. Но конкретно для нашего фестиваля очень важно именно быть вот в этом балансе. Когда мы приглашаем артистов, типа, опять-таки, Турмейтс Антона Беляева, Янино Катамадзе, Даниила Крамера, Хибла Герзмава, приглашая этих артистов, мы понимаем, что на них придут люди, и что они нам приведут людей, и эти люди купят билеты. А на эти деньги мы оплатим расходы на фестиваль, да. И в то же время нам очень важно, чтобы каждый год мы показывали какие-то новые имена. Причем эти новые имена как и иностранные имена, да, то есть тех артистов, которые в данный момент актуальны и взрывают джазовые фестивали и клубы в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Хоть мы прекрасно знаем, что здесь в данный момент их знает, может быть, человек 100 от силы, и они нам никак не сделают кассу. Точно так же мы показываем молодых артистов, следим очень внимательно за каждым проектом, который появляется на нашей российской джазовой сцене, благодаря опять-таки всем вам, вашим клубам, да, потому что в течение года как раз мы отслеживаем, что происходит, кто представил какую программу. и я думаю, что в этом успех опять-таки фестиваля «Усадьбы джаз», потому что вот мы стараемся, я надеюсь, находим вот эту вот золотую середину, чего, наверное, я и всем желаю, в том числе музыкантам. Не предавать себя, все-таки делать то, что ты хочешь, делать то, во что ты веришь, и в то же время все-таки преуспевать, собирать людей и отбивать свои расходы как минимум на концерты, на записи и так далее. Да, господа, меня зовут Роман Христюк, я занимаюсь специальными проектами компании «Экрибутный мюзик-групп» и за маркетингом еще, в том числе. Очень много было правильных вещей сегодня сказано, в первую очередь по поводу того, что нужно или, не нужно быть музыкантом, всем не менеджером и делать вот такое вот, я не знаю, как это называется, 360 градусов, то есть это работа как по всему спектру. Мое твердое убеждение, что нужно, это подкрепляет опыт наших зарубежных коллег, потому что так получилось, что никогда в мире не было столько музыкантов, сколько есть сейчас. Это огромная творческая сила, им нужно, понятно, что не все смогут найти себе менеджера, у них у всех есть деньги, у них у всех есть возможности. Ну, просто менеджеров нет столько, сколько музыкантов, да. Есть менеджеры, которые могут работать сразу с несколькими группами, но их немного. Поэтому это важнейший аспект работы, деятельности музыканта сейчас, как ни странно, заниматься такими сопутствующими вещами. Вы знаете, я бы с позволения модератора нашего, я хотел бы чуть-чуть повернуть дискуссию в такую сторону. Есть люди, которые принимают решение о том, какие музыканты будут играть в клубе, какие музыканты будут играть в фестиваль. И мне кажется, что есть музыканты, про которые все знают, все с ними знакомы. Либо это какие-то суперзвезды, зарубежные, российские. Там, я не знаю, как-нибудь Вадим Эллин Крик, я не знаю, там даже группа Энтер Мэйц, про которую говорили, Алёна Тойминцева, Реальный Робо, Анатолий Кров. Вот. И есть группы, которые сейчас только-только выходят на сцену. И это будущие звезды. Это люди, которые вскоре будут, предыдущее поколение уйдет, а новое поколение выйдет на сцену и ярко о себе заявит. А мне кажется, важным обсудить такой момент, как, собственно, промо-музыканта. Потому что это, если вы молодой музыкант, если у вас новая группа, вам нужно как-то о себе заявить. Вы, как мы уже говорили, пока у вас нет менеджера, вы начинаете искать контакты арт-директоров и что-то рассылать. Вот. Мне кажется, важно обсудить, что рассылать, на что мы обращаем внимание, в первую очередь. Ну, наверное, это видео, да? У меня, Ром, как раз вот эта часть тоже здесь пунктиком стоит относительно того, как коммуницировать. Потому что, конечно, с коммуникациями у нас беда. Мне пишут во всех соцсетях. Почта, соцсети, телефон, вайбер, ватсапы. Это просто невозможно, друзья. Это просто, то есть, нельзя, нельзя так коммуницировать. Надо писать по почте, присылать видео, краткий пресс-релиз. Это вполне достаточно. Это реально большая проблема. Потом люди жалуются, почему нам не отвечают. У нас в хобби 55 концертов. Я не вижу свою семью. У меня телефон с утра звонит просто. И вот этот звонок, это тоже абсолютно лишняя вещь. Что ты скажешь по телефону? Мы хотим у вас выступить. Я очень рад. Присылайте видео. Куда? Адрес электронной почты на сайте. Высылайте, где вы? Да, Рома очень правильно сказал. Это очень важно, потому что, на самом деле, где таланты, да? Где искать таланты и каким образом реально этот талант до арт-директора должен достучаться. Если у него нет никаких промо-материалов, но написан прекрасный пресс-релиз, где восхваляется этот талант, это ничего не даст абсолютно. То есть нужно промо-видео, не обязательно снятое, для нас абсолютно не имеет значения, сколько камер снято видео, с телефона или с камерой, многоканальный звук или нет. Да, то есть, все-таки мы там немножко в этой теме шарим, нам достаточно там какого-то с репетиционного процесса снятого в видео, для того, чтобы понять, насколько это интересно, что за музыка играется, на каком уровне музыканты. И так, Ром, продолжай, да? Ну, прости бы. Все правильно. Все, Арайка тоже, конечно, по делу говорит. Просто, в силу того, что мы довольно часто общаемся с зарубежными музыкантами и мы можем проводить некоторые параллели с тем промо-материалом, который мы получаем от наших соотечественников и из-за рубежа. Ну, понятно, что это есть видео, снятое качественно или не очень качественно. Есть тексты, есть фотографии. Ну, можно начать с текстов, потому что тексты — это наиболее болезненная такая часть промо. Ну, за редким исключением наших зарубежных коллег это какая-то такая вот более-менее внятно написанная публицистическая статья, в которой не пишется о том, что музыкант достигает каких-то невероятных высот в каждую единицу времени, в которую мы существуем вместе с ним. То есть, как-то излагаются сухие факты, если есть, естественно, о чем говорить. Хотя тоже там бывают исключения. Есть один голландский пианист, у которого пресс-релиз со второго и с третьего абзаца, по-моему, начинался с того, что пианист Энн вырос в семье гинеколога, который очень любил джаз. Это, естественно, очень важный момент, который, так сказать, в творческую биографию пианиста добавляет красок. Вот. Ну, в целом, если говорить о, так называемом, пресс-релизе, вот есть у нас друг Александр Беляев, который, так сказать, такой король пресс-релизов, и король, вот он именно лучше всех знает, что должно быть, что не должно быть, потому что у меня есть целая даже рубрика в Фейсбуке, потому что журналисты получают, наверное, в три раза больше пресс-релизов, чем получаем мы, и отдельные пассажи, они, конечно, достойны внимания. Поэтому, с моей точки зрения, если вы, если музыканты пишут, какое-то там, как казаки пишут письмо дурецкому султану, точно так же музыканты, когда пишут от директорам, никто не будет читать про замечательный, выдающийся, музыка ни на что не похожа, является собой микс из и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это такая, наверное, самая важная вещь, потому что нам нужно знать какие-то важные факты, что закончил, грэмми, золотой граммофон, и так далее, и так далее. Что касается фотографий, фотографии сейчас играют, наверное, даже более важную роль, возможно, точно, чем текст, во-вторых, более важную роль, чем может быть даже и видео, потому что во-первых, люди, которые видят афишу, они принимают решение о том, что пойти на концерт или не пойти, просто по имиджу, поэтому отсутствие каких-то интересных каких-то цепляющих фотографий, которые передают образ артиста, который сам артист себе сформулировал, это тоже как бы не как сказать, усложняет немножко жизнь всем, потому что как Максим говорит о том, что мы смотрим на какой-то концерт с точки зрения того, как его продать, потому что это, ну, все равно это продукт, мы продаем определенную форму проведения времени, я не знаю, по-шному слову досуг называется, но тем не менее, поэтому, когда есть какие-то классные промо-фотографии, а не когда мы роемся по интернету в поисках, того, чтобы что-нибудь поставить. Уже следующий этап ты имеешь в виду, когда нужно уже работать с артистом с промо-фотографией. Да, да, вот, но даже еще до того, как что-то ставится на сайт, естественно, какие-то интересные промо-фотографии, можно посмотреть, даже есть масса успешных кейсов на российской джазовой сцене, даже Алектина Полякова, Вадим Геленкрик и так далее, и так далее. Понятно, что они уже, понятно, что они, наверное, начинали не с того, что они в первую очередь делали качественные фотографии, а потом они уже становились артистами. Но это тоже такой очень важная составляющая успеха. и это еще один плюс в пользу того, что люди примут решение о том, чтобы пригласить данного музыканта. Коллеги, может быть, у вас есть еще какие-то выполнения. Я могу добавить от себя, когда я получаю письма от музыкантов, и получаю их огромное количество, и письма со всего мира, отнюдь не все письма от иностранных артистов прекрасны, много обычных скучных рассылок, и, в общем, тоже приходится продираться сквозь тексты и какие-то неинтересные фотографии. Я могу сказать, что лично для меня важно. Мне важно увидеть короткий внятный текст, короткий, в котором есть действительно какие-то важные вехи. Правильно сказала, где учился, с кем играл, какие-то фестивали, какие-то знаковые клубы, но чтобы действительно был не длинный текст непосредственно. И показательные, хорошие видео, и, конечно, желательно, чтобы это были лайвы, потому что все равно, так или иначе, в первую очередь, если нет возможности пойти и послушать концерт живую, то смотришь лайвы, причем там иногда пересматриваешь достаточно большое количество концертов. Я бы очень посоветовала музыкантам не обижаться на то, что на их письма не отвечают, или то, что их не пригласили сразу же, как только они присылали свое письмо. Ничего в этом такого нет, надо продолжать работать, надо продолжать рассылать, делать рассылки, как только у вас появляется новая программа, какое-то интересное событие, опять напоминать о себе, потому что, наверное, для себя тоже я общаюсь опять-таки с одним из музыкантов, как-то сформулировала для себя, как так получается, что в итоге ты выбираешь артиста и приглашаешь его на фестиваль. Иногда это бывает так, что сразу у нас есть такая певица из Эстонии София Рубина, с ней была такая ситуация, когда она прислала свой email с ссылкой на видео и какой-то очень яркой красивой фотографии мы посмотрели, послушали и фактически сразу же в тот же день пригласили человека. Бывает так, но бывает, что это проходит иногда годы, прежде чем мы приглашаем какой-то проект и получается, что ты смотришь, ты получаешь письма, ты следишь за этим артистом, что у него происходит в течение года, какие концерты, какие презентации, какие с ним происходят события. И формируется такое некое информационное облако вокруг имени и в какой-то момент набирает критическую массу и ты понимаешь, да, он нужен для нашего фестиваля именно в этом году, именно в этой программе именно в сочетании с теми артистами, которые у нас получились именно в этот день и ты его приглашаешь. Поэтому не надо отчаиваться, не надо думать, что вот, я такой плохой, меня не хотят приглашать, у меня какая-то не такая музыка, нет. У организаторов всегда очень много обстоятельств от финансовых до стилистических, почему они конкретно ваш коллектив не могут пригласить именно вот сейчас. Но обязательно сложность к источнике, когда все получится. Наверное, вот так, потому что не надо обижаться. Иногда бывает, что чуть ли не проклятие какие-то безумные приходят. Это неприятно, правда, зачем вот как бы портить людям настроение себе новое. Деви, можно? Добрый день, друзья. Меня зовут Дмитрий Логдин. Я себя сейчас чувствую, конечно, здесь не очень уютно. Нет, не в этом смысле. В хорошем смысле. Потому что мне, конечно, тяжело и больно многое слышать и признавать в том числе и в себе, потому что я все-таки в первую очередь концертирующий музыкант, а потом уже арт-директор. Так уж сложилось, что я уже, я четвертый год являюсь арт-директором джаз-клуба советских композитов. Я абсолютно признаю, как музыкант, большинство проблем, о которых сейчас говорили, и мы говорим на этой сцене. И сам, в общем-то, об этом хочу сказать, что главнейшая наша беда, как музыкантов, это абсолютно неумение самопрезентации и подачи себя вот тем самым неприличным словом как продукт. Хотя в нем ничего неприличного нету, это абсолютно у нее очень приятно, но его надо принимать, конечно. Я вообще чрезвычайно рад, что в Москве вообще существуют такие клубы, как Эссе и клуб Алексея Козлова. Вот это, потому что это действительно потрясающие творческие, очень творческие места, где есть своя аура. Я сейчас не говорю о клубе Бутмана по другой причине, потому что он немножко на другом уровне. Минутка. Эти места действительно они заслужили свою аудиторию и свою ауру, что стоит очень дорогого и там есть какой-то уже такой свой между собой чик, к которому можно по-разному относиться, но это очень здорово, потому что в наше время, когда клубы открываются, закрываются, появляются и исчезают, этого очень тяжело как бы достигнуть. Я почему это говорю, потому что есть такая в общем негласная нелюбовь к клубу, которым я занимаюсь среди многих музыкантов джазовых, да и не только джазовых, и в общем союз композиторов он немножко в этом отношении к сожалению стоит особняком, потому что это наверное самое жесткое из всех мест, которые представлены нами в плане бизнес-проекта, потому что это абсолютно чистой воды бизнес-проект, и когда я пришел на место уважаемого Валерия Киреева, который оттуда ушел, я в общем-то думал, что я там недолго как-то продержусь, потому что когда я поговорил с генеральным директором, с владельцем этого клуба, мне были поставлены условия, что ну Дим, в общем, честно говоря, вообще все равно какая здесь будет музыка, у нас есть как бы бизнес-план, есть четкое понимание, сколько это место должно приносить, вот у нас там миллионы просто стоит в год аренда этого подвальчика, и давай в общем просто слово джазкуб сохраним как какой-то бренд, что тут будет играть, вот пожалуйста посмотри отчеты, это нам приносит столько, это нам приносит столько, и вот нам не нужны какие-то коллективы, которые будут 5 человек собирать. вот, и в этом отношении советского позиции в такое место сложено еще тем, что это, там абсолютно нет проходной публики, абсолютно, то есть людей, которые просто вечером шли, зашли, например, выпить чашку кофе, там поужинать, послушать заодно концерт, там абсолютно целевая аудитория, то есть вот публика вот честная для артиста, который приходит исключительно на его концерт, то есть это такая вот просто концертная площадка с действительно с дорогими билетами, с дорогим рестораном, и это такая очень хорошая проверка для многих музыкантов, которые вот хотят, хотят пригласить публику именно на свой концерт и выступить достаточно для такой высоко платежеспособной публики, потому что уровень центра, да, я признаю, там выше среднего. и огромное количество музыкантов почему-то вот очень обижается, что я там их не беру или не ставлю, хотя тут исключительно очень-очень практический момент, музыканты, которые имеют свою публику, в общем, и занимаются качественным достаточно промо, продвижением себя и своих концертов, ну вот о чем о чем вы говорили мои коллеги, они все в Союзе играют. Да, Союз композиторов, например, зарабатывает основные свои деньги пятница, суббота на так называемых попсовиках, как я их там называю, медийных артистов, которые, которые, которые приносят действительно большие-большие выручки по билетам, но это позволяет клубу только хоть как-то, вернее, мне позволяют как арт-директор хоть как-то остальные дни насыщать более-менее джазовым контентом, и поэтому каким-то образом мне удается еще сохранять вот именно статус джазового клуба. И я огромная, просто огромная просьба у меня ко всем музыкантам, я еще раз подписываюсь под тем, что говорили ребята, это тщательно относиться к своему продвижению своих концертов, и особенно когда мы звоним, я так же, как и все остальные музыканты, звоню своим коллегам, ребятам, и так же прошу дать мне концерт в их клубе. В этом ничего такого нет. Но есть определенная культура, которой хотелось бы научиться. Вот мне, например, действительно, как и о Райку, приходит в день огромное количество звонков, писем с просьбой выступить в клубе. Но ответить на все письма действительно нереально, хотя я стараюсь. у меня очень много таких звонков, например, здравствуйте, я хочу у вас выступить, у меня мега-проект. Естественно, я сразу говорю, ну вот, пожалуйста, все на почту, мы все посмотрим. И тут начинается, тут несколько вариантов. На почту приходит, например, здравствуйте, вот мой сайт, ссылка туда-то. Все, я захожу, там, как правило, это ссылка или на Facebook, или на ВКонтакт, или какие-то очень интересные материалы, которые сняты в других клубах. Ну, вот такого, к сожалению, очень много. очень важный момент, когда человек уже, например, стоит в программе клуба, когда мы просим ему прислать какой-то уже непосредственный материал по концерту, который состоится, вот здесь начинается тоже какой-то бардак, просто шлется огромное количество ненужной информации, огромные красочные пресс-релизы, это ладно. Куча фотографий по 500 мегабайт, которые нигде не открываются. Ну, в общем, вот я очень просил бы немножко просто оптимизировать вообще вот эту такую культуру самопрезентации вообще и взаимодействие с нами, потому что это всем нам облегчит жизнь и еще раз подписываюсь под словами Арайка, больше пиарьте свои концерты, потому что все обижаются, что клубы не рекламируют наше выступление. Нет, это не так, мы все рекламируем, в совете у нас вообще две девчонки пиар-отдел, которые день и ночь только сидят и занимаются продвижением. справа выходит. Ну вот, да, можно отписаться, если решили. Вот, и но без участия музыкантов клуб мало чего сделает, это просто однозначно. Ну, пока все. Здравствуйте, я как незаявленный участник, но меня зовут Анна Ульянова, я арт-директор, генеральный директор и совладелец клуба BB King, творящим музыкальный клуб Москвы, и здесь я еще представляю интересы тоже очень старого клуба под названием Форта, который все знают, у хозяина не смог подойти Альберта, поэтому я еще и от него пару вопросов хочу затронуть. Ну, во-первых, абсолютно согласна с тем, что музыка в наше время, особенно живая музыка, особенно джаз и блюз, которые у нас в доме блюз играют, это абсолютно некоммерчески выгодное мероприятие, для того, чтобы выживать, действительно нужно прилагать максимум усилий. Мы работали в разных форматах, за 21 год у нас были и арт-директора, и разные наемные директора, пришли к тому, что пока я 4 года директором работаю, и последние полтора года все функции арт-директора я взяла на себя, потому что я понимаю, что я хочу видеть от арт-директора, я понимаю, какой результат я хочу видеть от арт-директора, и здесь два варианта, либо я беру человека и обучаю его так, как мне это нужно, либо я сама делаю то, что должен делать арт-директор. Но в моем случае это получилось второе, поэтому я точно знаю, что арт-директор должен учить музыкантов, как правильно себя позиционировать, арт-директор должен уметь делать афиши, должен уметь делать все вот эти рекламные материалы и добиваться от артистов того, чтобы артист мог грамотно объяснить, кто он, что он, как он, то есть вытягивать эту информацию от артиста. Именно для того, чтобы потом, работая с гостями в своем клубе, арт-директор мог рассказать любому гостю про новых музыкантов. Именно так, с моей точки зрения, нужно продвигать молодежь. Да, есть такие команды, которых не нужно рекламировать, на них всегда полный зал, всегда аншлаг и места живого нет, но когда мы говорим о тех музыкантов, которые делают свою музыку и которые делают хорошую, качественную, интересную музыку, мой опыт говорит о том, что только личный контакт с гостями, только постоянные разговоры и рассказы о том, что это за музыкант, как он играет, свои впечатления, только так можно собрать народ на табелле новоисполнителя. Я взяла, я делюсь своим опытом, я взяла себя за правило, что если какой-то музыкант хочет выступить в Доме блюза, я обязательно в 100% случаях еду на другие площадки и его отслушиваю. Я отслушиваю сыгранность, я отслушиваю формат, я отслушиваю, я смотрю, какая публика, я общаюсь с людьми на тему того, что они думают по поводу этой команды. Без этого, но как-то очень сложно, мы не имеем права, клубы не имеют права на ошибки, к сожалению, на финансовые ошибки. То есть, когда приходит музыкант, тем более, если мы договариваемся с музыкантом в редких случаях, но сейчас все реже и реже на какой-то гонорар, мы не имеем права смотреть на пустой зал. Не имеем права. Вот. В этом ключе у меня, когда я месяца полтора назад Арайку написала о том, что Арайка, может быть, мы соберемся с арт-директорами, я, честно говоря, думала, что это будет некий круглый стол именно с директорами, с хозяевами заведения. Но я так понимаю, что здесь еще много представителей музыкантов. Чувствую себя некомфортно, потому что не знаю, вот помимо тех людей, которые уже представились, я не знаю, кто в зале, и я от этого немножко дискомфортно себя чувствую. Буду рада со всеми познакомиться там лично после этого мероприятия. И у меня действительно много есть мыслей, которые хочется обсудить именно с владельцами заведения, с арт-директорами в плане того, как, может быть, оптимизировать те процессы, которые происходят сейчас на музыкальной сцене, как привлекать, как работать с музыкантами. То есть, есть некоторые музыканты, которые выступают, предположим, только в клубе Козлова, то есть 90% концертов в клубе Козлова. Есть музыканты, которые выступают там 90% в клубе Биби Кинг, там кто-то в Форте. Кстати, вопрос от Форте тоже касается проекта «Голос». Многие артисты, которые засветились на проекте «Голос», после этого проекта у них очень сильно возросли гонорары. У них появились пиар-менеджеры, которые не всегда понимают, что такое клубные концерты и зачем они нужны. И на клубные концерты запрашивают такие гонорары, которые клубам ну просто физически никак не потянуть. И это тоже вопрос, как работать с этими продюсерами, с этими менеджерами, которые дают федеральные каналы музыкантам, да, некоторым. Как доносить информацию, что клубные концерты не для того, чтобы артист заработал много денег, это не корпоратив, а это именно возможность для того, чтобы с одной стороны мои соседи слушали хорошую музыку вне зависимости от их желания, да, с другой стороны, люди простые, которые хотят послушать вживую, имели возможность услышать вживую этого музыканта, который показывают по телевизору. И третье, у тех людей, которые заинтересованы в том, чтобы организовать корпоратив, у инвентеров, тоже была возможность услышать это вживую, как это все происходит. мне бы хотелось каким-то образом, чтобы такие вот встречи, они продолжались, да, людей заинтересованных в музыкальной индустрии. И вот такие вот вопросы мы могли бы как-то между собой обсуждать, то есть именно в формате, не знаю, голосования или каких-то предложений. Вот такие вот у меня мысли. Спасибо большое. Да, все верно, но сегодня встреча скорее арт-директора и музыканты, а так, я думаю, мы договоримся о встрече, просто встретимся арт-директорами. Конечно, я сейчас, можно сказать? Конечно, я жду, когда ты скажешь. Да, в финале, подсказывать. Ну, конечно, кажется, здесь собрались представители самых мощных клубов джазовых в Москве, безусловно, или ей надо представить фестиваль крупнейшего. Как или иначе, в каждом, конечно, свои действуют законы, свое устройство. Ну, по музыкальной части, конечно, наверное, везде одна и та же драматургия, то есть есть артисты, такие тяжеловесы, которые уже, в общем, на которых ходят люди априори, которых любят звезды, да, то есть это меньшинство, они в основном держат, ну, как сказать, финансовую часть клуба, они держат. Клуб на главу, да. Потом есть средний такой пласт, это музыканты, ну, давно, может быть, себя зарекомендовавшие, но, ну, так стабильно, может быть, там, собирающие, ну, средний, да, скажем так, и есть. Третий, это вот совсем еще никому неизвестные, но потенциально, в общем, перспективные музыканты, да, которые вот завтра могут стать, в общем, звездами, да. И вот, ну, о верхнем слове я там не говорю, конечно, это уже люди сложившиеся, все звезды уже. Вот. Средний, в чем проблема среднего вот этого пласта? Вот, казалось бы, да, музыканты вроде бы уже опытные, достаточно там известные, да, может быть, в своих кругах. Но проблема в том, что они как-то, многие застаиваются, вот они годами играют одну и ту же программу. То есть, вот есть такая, какая-то некоторая проблема, то есть, вроде как и люди на них ходят, и они в такое состояние успокоенности и ничего не делают. Ну, как бы вот так, да? Знаешь, что они отвечают на это, когда им говоришь, что одно и то же уже пять лет играешь, сколько можно? Все равно то же самое захватят. Ну, вот такая вот состояние такого успокоенности. Вроде как и не хуже, но и не лучше, вот посредине, да? Тогда таких вот музыкантов, ну, вот мы, во всяком случае, ставимся стимулировать творчество тем, что создаем какие-то фестивали, тематические, вот задаем, вот будет у нас фестиваль там киномузыки, да? И я начинаю обзванивать для этих вот музыкантов примерно вот среднего этого звена, да? Хороших, но которые, может быть, могут быть еще лучше. И знаю точно, что есть у них там, так сказать, потенциал идей, которые нужно просто им подогнать какую-то идею, и они вроде как, ну, кто-то так с радостью, а кто-то, может, с неохотцей, так берутся, и потом разгоняются так, что не могут остановиться. И в итоге создают новую программу на основе этого фестиваля, и потом ее уже успешно так же показывают в других клубах. Да, пожалуйста, нам не жалко, нам не жалко, но честно, жалко, Ром. Ну, и очень приятно, что это как бы вот зарождались какие-то новые, так сказать, идеи именно вот в нашем клубе. Ну, и третий пласт, вот, как, опять же, Лена вот права, что у каждого свой путь к сердцу, арт-директор. Ну, конечно, нужно демо, но, безусловно, нужно демо. Подходит человек и говорит, я, здрасте, я, там, саксофонист, там, меня зовут так, я, можно у вас выступить? Я вообще ничего не понимаю, возможно, что и можно, но давайте как-то пришли сми что-нибудь, но, и не что-нибудь, а именно видео, да, действительно, видео с концерта, оно лучше всего говорит, да, не запись там из студии, что в студии, сами понимаете, да, это, может быть, не всегда, нужно именно видеть, как человек работает, как он выглядит, что он преподносит, как это вообще все вживую происходит. Вот, а бывает так, что артистов сами, вот, там, Варю Висбор, например, можно похвастаться? Я их сама нашла, вот, просто к Хутасу зашла на страницу, к Сергею Хутасу, да, 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 ну, слушайте все, значит, к Сергею Хутасу, да, вот, я зашла на страницу ВКонтакте, ну, бывает так, вот так, смотрю, там песня «Март висит», только записанная, «Висборг» и «Вис Хутаса», я Варю не знала, что это, я им позвонила, говорю, а что это за певица, такая, ну, вообще за проект, он говорит, «Вот у нас новый проект, мы вот записали песню, но в принципе у нас и программа есть концертная», и пригласила, вот, и оказался готовый продукт, как Макс говорит, да, то есть должен быть готовый продукт, и в тот момент, когда появляется возможность, человек должен быть готовым предоставить что-то уже готовое, да, так же Варя, она же не пошла сразу на голос, правильно, она пошла только вот, какой сезон, четвертый, да, но к этому моменту, когда туда пришла, у нее уже была наработка такая серьезная, программа и группа своя, и все. Погнал-ка представить, это очень важно тоже, кстати, когда вы говорите там о себе. Надежда Походим, меня зовут, я арт-директор клуба Игоря Бутмана на Таганке, легендарный клуб, Лик-клуб, прежде называвшийся, вот, и, конечно, опять же, кто-то говорил из коллег, да, что должен быть, должен быть, ну, как сказать, внешняя оформленность концерта также очень важна, чтобы артисты были, ну, как-то выглядели, как артисты, а не как люди, которых мы видим там на улице, да, обычные. Вот Алексей Мечника сидит, скромно, и он, кстати говоря, у него группа всегда все одеты, с иголочкой, вот, во фраках люди выходят, вся группа, вот прям, все, хотя никто их к этому не призывал, не заставлял, сами вот так решили себя преподнести. Вот, ну, в общем, много таких важных, собственно говоря, идей прозвучало, и все правильно люди говорят, коллеги. Может быть, у кого-то из артистов есть вопросы? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья, живи. Спикер. Меня зовут Алексей Ситалов, я музыкант группы Радость Бэнд, которая прекратила свое существование. Я думаю, все знакомы с этой группой и спикеров, или кто-то не знаком. Ну, это не имеет значения, потому что большинство знакомы, вот. И группа прекратила свое существование, и в том числе, из-за того, из-за отношения арт-директоров, организаторов фестивалей, которые обращались неоднократно, предлагали все, что вы тут описали, все, как музыкант может себя пиарить и так далее, на что получали ответ отрицательный и зачастую вообще не получали ответа. И здесь еще хочется... То есть, вы думаете, что вы из-за арт-директоров закрылись? Нет, арт-директора своим поведением дали понять конкретно, что даже ответа не будет. Не на какое-то даже интересное... предложение. А в чем вопрос-то, скажите, пожалуйста, здесь ситуация-то понятна, на самом деле, если кто-то не покупает какой-то продукт, ну как в бизнесе, значит, он действительно будет... Хорошо, хорошо, сейчас будет вопрос. Ну, уже конференция спикера последнего послушали, я так думаю, время для вопросов, поэтому... И вот с понятиями тоже хотелось бы определиться. То есть, называется арт-директор. Вот я смотрю на спикеров, и вообще такое ощущение, что музыкант должен найти к сердцу какой-то подход и так далее, здесь может быть не совсем так. Потому что арт-директор... Что такое арт-директор? Музыкант, понятно, человек, играющий музыку. Арт-директор, это не артист. Это не человек, который выступает сам как артист. Он сделан, его функция налажена, коммуникабельна, находить связь с музыкантами, приглашать их, общаться с ними. Но когда тебе полностью отказываются в общении, в каком... Не то, что в доверии. И в этом тоже вопрос. О чем нам? Мое повествование это и есть вопрос. Если вы так очень хотите вопрос, конечно, можно. Конечно, можно. Но вот вы сейчас даже нетерпеливы. Понимаете? И второе, вот даже сейчас я сижу здесь, у меня даже и вопроса не было особого желания задавать. Почему? Потому что у вас лежат микрофоны, здесь даже никто не сказал, что есть, оказывается, микрофон. Я думаю, ну что делать? Надо подойти и взять микрофон со стола. Но вы знаете, я сейчас... Но мы все культурные люди. как вы, и знаю, что сейчас, когда все спикеры такой же говорить, мне вам микрофон. Сейчас я вам передам микрофон. Отлично. Вот. И я почему-то культурно встал, спросил сначала, а можно ли задать вопрос, и второе, можно ли микрофон. Понимаете? Не понимаю. Ну, значит, вопрос тогда такой, раз уже зрители не понимают, то, что барьер существует, даже просто на основании микрофонов. Ты заходишь, тебе не предлагают микрофон. Я думаю, вы вас просто, видимо, очень обидели арт-директорами, если сейчас ходить. Нет, у нас обиды никакой нет на арт-директоров. Здесь даже не я. У меня очень... У меня все друзья музыканты. И они друзья и товарищи. Понимаете? Не просто там какие-то... Друзья. Все. И если у кого-то есть какие-то вопросы, они могут... Не я вам буду говорить это, или должен говорить. Мои друзья все скажут. И они всегда это говорят, когда у них есть возможность. Ну, а теперь вопрос, господа, вы знаете такие. Как, когда будут сняты барьеры между арт-директорами, людьми, которые создают коммуникации с музыкантами, с клубами и так далее, и музыкантами, у которых нет задачи заниматься коммуникальностью. У них задача играть. У меня ответ есть. Я хочу сказать, у меня барьеров нет. Если проект интересен для Гуру, значит, я... Может быть, у Кирилла Машкова есть барьеры. Кто знает. Понимаете? Тут много людей. Вы здесь не один. Ни один из спикеров меня еще не перебил. Вы перебиваете пятый раз. Вы не спикеры, вы просто спрашиваете, мы отвечаем. Извините, я готов барьер прямо сейчас ваш снять. Вы мне... Это не мой барьер. Это наш с вами барьер. Наш. Да, наш. Снять. Я готов. Присылайте просто информацию о себе, и я с удовольствием посмотрю. Вот смотрите, когда присылаешь какие-то интересные идеи, может, показываешь на практике, как должно быть. Почему-то об этом речь не заходит. Получается, страх, испуг и так далее. А на страхе не построишь ничего. Но, может быть, значит, не вызывает интерес относительно данной у данного клуба. Всем моим друзьям интересно. Всем моим веломанам, слушателям, поклонникам группы Радость Бэнд, которая закрылась, они все спрашивают, почему так, почему нет. И что им ответить? Потому что даже ручка падает из руки, когда ты думаешь, то есть, почему... И во всем виноваты Артевик Торопов, да, в общем? Нет, виноватых искать не надо. Но вы сейчас ищите. Араль, вот вы искали своим поведением много раз, когда я приходил сюда на джем. я джазовый тромпонист. Ни разу, я не был приглашен еще в клуб Козлова, ни разу, за все время. Мои друзья знают, какого уровня тромпониста. Вы, по-моему, на входе кидаете талончик вместо денег. Нет, смотрите, pay what you want. Вы кидаете талончик от Артевик Торопов. А может быть, переименовать на плати, если хочешь, а не сколько хочешь. Так у меня желания платить вообще нет. Даже копейки. Ну, прекрасно. Какое отношение? Так вот, я показываю свое отношение и мои друзья, что плати, если хочешь. Такое ощущение. Так вот. Ну, вот вам оплатили так же. Можно мне сказать, я прошу прощения, это то, как раз, о чем я, в принципе, говорила, что не надо посылать проклятие в сторону арт-директоров. Ну, я как организатор фестиваля, непосредственно перед фестивалем коммуницирую с 50 музыкантами. Вот, честно говоря, если со мной будут общаться так, я буду максимально избегать общения в такой манере и с человеком, который со мной так общается, потому что я физически понимаю, что у меня нет просто физических сил общаться с людьми в такой манере. Потому что артистов много, артисты все разные, каждый требует к себе определенного внимания. Есть вещи, которые необходимо обеспечить в том, выполнении райдеров технических, бытовых и так далее. И тратить время на припинания, на какие-то разборки, честно говоря, не хочется. Мне кажется, что любая вещь, будь то там, ну, любую сферу жизни, можно перенести на отношения, обычные отношения между людьми. Мы все равно так или иначе общаемся с теми, с кем нам приятно общаться. Мы работаем с теми, с кем приятно работать. Мы работаем с теми людьми, которые помогают нам работать, которые облегчают нам работу, они усложняют нам работу. Поэтому я призываю всех музыкантов быть, и нас, директоров, призываю быть легкими в работе, быть общительными, быть открытыми и не ждать подвоха друг от друга. Потому что вот в такой манере работать очень сложно и не хочется, хочется тоже, знаете, иногда опустить руки и тоже сказать, знаете, что-то не хочу, я рад общаться с музыкантом вообще. Здравствуйте. А можно я вам вопрос задам? А вы профессиональный музыкант, вы зарабатываете музыкой на жизнь? Дело в том, что вы можете даже не мне этот вопрос задавать, вы можете задать этот вопрос всем присутствующим. Здесь сидит вот Кирилл Машков, благодаря стараниям которого я попал в Чикаго по обмену студентами джазовую программу и прошел стажировку в США, если есть вопросы по этому. У меня комплект вопрос задания. Но вы как думаете? Людей, которых посылают в США, они хотят, чтобы они были профессионалами или просто так? Я не знаю, я даже учился в США и как-то Ну, вы знаете. Ничего не означает. Работа у меня сразу после того, когда он случился, не появился. Ну, я думаю, что я вам ответил. Хорошо. Миш, да. Можно я комментирую. Да, если не схожи, мне Кирилл Машкова, да, Кирилл Машкова, журнал «Джазру». Я немножко как-то нахожусь между этими лагерями, поскольку получается так, что наш маленький рынок, на котором мы как информационный источник сидим таким информационным наростом, он в общем настолько мало, что говорить о партиях, противостоящих в нем каких-то фракциях, по крайней мере, смешно. У нас рынка как такового музыкального нет, потому что не говоря о том, что джазовый, да, у нас джазовый наш маленький сектор, нашей музыкальной в кавычках индустрии, это, вот говоря по-английски, labor of love, да, это вот работа любви, труд любви. Мы этим трудом занимаемся, потому что эту музыку любим. Как говорил один из моих американских собеседников, между прочим, глава джазовой программы очень крупной консерватории нью-йоркской, если бы я хотел заработать большие деньги, я стал бы дантистом. При этом он весьма подготовленный дирижер, бенд-лидер сам музыкант и так далее. И он же говорил в интервью, что в последние 20 лет мы не просто говорим музыкантам, что вы должны учиться сами себя продавать, потому что за вас это на первом этапе в вашей жизни никто не сделает. Мы ввели в программу обучения предметы в общем виде у них это называется музыкальный менеджмент, но на самом деле там далеко не только менеджмент, там навыки работы с элементарными компьютерными программами, если музыканта уже сейчас любая джазовая школа учит работать с компьютерными аранжировками, я имею в виду Соединенных Штатов, конечно, с звуковыми программами, то точно так же их учат работать и с пресловутым фотошопом, и с текстовыми процессорами, и социальными сетями, и учат действительно науком самопрезентацией, начать с того, что это в Америке еще и средняя школа учит, там есть такой предмет, который у нас отсутствует, называется павлок спич, публичная речь, то, чему у нас не учат совсем, то, с чем мы постоянно сталкиваемся, потому что в тот момент, когда нужно рассказывать важные вещи, мы начинаем только собираться с мыслями, и да, действительно, я в свое время подписал рекомендацию Алексея Ситалова участвовать в стажировке по программе «Открытый мир» в Соединенных Штатах Америки, но тут надо понимать, что через эту программу прошло за время ее существования, правда, программа существует и сейчас, только музыканты по ней больше не ездят, в связи с тем, что приоритеты американских, так сказать, органов, которые проводят эту программу, изменились, там теперь ездят милиционеры и медсестры, музыкантов за время существования программы съездило на стажировку 168 человек, из них на сцене, а я слежу по крайней мере за всеми, кого сам рекомендовал, я смотрю, где эти люди потом появляются, из них на сцене в профессии реально чуть меньше 100 человек, то есть примерно 40-45% они куда-то делись, программа существовала с 2004 по 2009 год, значит, вот за 5 лет 168 человек, из них 40% куда-то делись, и это совершенно нормально, потому что всякий, каждый, любой музыкант, который попадает на сцену, вовсе не обязательно становится большой звездой, больше того, становится считанной единицей процентов, не десятки процентов, не 60%, не 50%, а 1-2% становятся реально крупными величинами музыки. Почему другим это не удается? Это может быть личное качество, как часто это бывает, отсутствие навыков общения с людьми, конфликтность личная, или наоборот апатия, нежелание себя продвигать, неумение вдумывать свою, так сказать, социальную позицию, ведь музыка это социальная деятельность, не только художественная, у нас вообще в стране существует такое представление о том, что художественное творчество это какая-то сакральная деятельность, священная такая, это какое-то служение какому-то священному искусству. Да, в определенном каком-то небольшом процентном соотношении так оно и есть, но далеко на этом священном искусстве как правило их очень сложно. Нужно еще, как Александр Сергеевич Пушкин говорил, не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Вот нужно уметь продавать эту рукопись. Если просто сидеть с рукописью у себя дома и ждать, что придет какой-то человек с большими деньгами и тебя ее купят, то ничего не будет. И как опять же тот же самый человек из крупной американской консерватории говорил, ты можешь каждый день сидеть дома в 12 часов, играть все гаммы во всех тональностях и уметь это как никто другой. Но в результате ты не будешь нигде выступать, потому что ты будешь заниматься только исключительно собой. А музыка это социальное действие. Это какое-то взаимодействие с кем-то. Да, действительно, кому-то не повезло. Кто-то музыкантом стал, но далеко не продвинулся. Кто-то и музыкантом не стал. Есть люди, которые получили музыкальное образование, работают в бизнесе, работают в юриспруденции, в охране и так далее. Это совершенно нормально. Закончить это короткое выступление могу цитаты еще одного персонажа моих писаний. варабанщик такой Пол Вертико, наверное, знаете, Пайматини Групп и другие коллективы. Он пару раз выступал в нашей стране. Я у него брал интервью как у преподавателя ударных инструментов в Чикаго. И он говорит, моя задача подготовить студентов хорошо, дать им все возможные инструменты дальнейшей работы. Но это, говорит, как с разведением редких птиц. ты ее вырастешь, эту редкую птицу, выпустишь ее в природу, а на следующий день ее сожрет крокодил. Это нормально, но ты сделал все, что от тебя зависело. Дальше уже от птицы зависит, куда она полетит. Спасибо. Спасибо, Кирилл. Разрешите, пожалуйста, я. У меня краткое выступление. Меня зовут Миша Ряженко, я музыкант, соорганизатор фестиваля Guitar Player Party, которая проводится уже больше пяти лет, фестиваль независимой гитарной музыки. Также я преподаватель, преподавал в разных учебных заведениях и государственных и сейчас занимаюсь частной преподавательской практикой. Работал с разными поп-артистами и в том числе являюсь организатором иногда джазовых концертов. Так уж повезло, что мне довелось провести свою презентацию альбома в 2012 году, в июле, когда клуб Алексея Козлова практически только открылся. И мне рассказал Антон Доведянс про этот клуб, что он такой есть, я сходил, послушал и затем с Арайком мы договорились о том, что презентацию я проведу здесь. Вот, тогда они только набирали обороты и в тот момент на презентацию у меня поучаствовал и Антон Беляев в концерте и разные другие музыканты и джазовый и роковый и различные. Но я пытался сделать интересное мероприятие, в принципе, мне это сделать получилось. Пришло для того, мне кажется, момента, несмотря на то, что этот клуб тяжело найти, то есть территориальный от метро, он просто так тоже не проходной. и тем не менее, было где-то порядка, не знаю, ста-ста-где-десять человек, ну, как бы, народа было много. Вот. Я хотел бы несколько моментов обсудить по поводу того, что говорили все спикеры. Во-первых, хотел сказать всем спасибо и на самом деле с точки зрения музыканта у меня не было из тех людей, кто здесь присутствует по коммуникации и обращению там за организацией концертов, у меня не было ни с кем проблем. То есть со всеми, к кому я обращался, все мне отвечали и как бы мы там так или иначе достигали какого-то результата. Во-первых, хочу сказать, что такого количества клубов в таком состоянии, как здесь, то есть клуб Алексея Козлова или Советскомпозиторе или там клуб Бутмана или какое угодно или клуб СССР. Я вот был во многих странах в разных, там по разным родам деятельности, по гастролям, там или учился от Америки до Европы. Могу сказать, что таких клубов практически в мире такого количества в одном городе нет. Потому что легендарные клубы все, которые есть, например, в Лос-Анджелесе, а в том числе, например, легендарный клуб Бэйкет Потейто, где выступают суперджазовые звезды, которых сюда потом привозят за большие гонорары, они играют там за копейки и сам клуб Бэйкет Потейто это, ну, не что иное, как просто дыра. Это реально дыра. Где ты заходишь, там деревянные стены сделаны из дезуба, где видно, что кулаком в каком-то месте. Там нету оборудования, там нету технического обеспечения, там, ну, как бы музыканты играют. Вот это сцена, там нет сцены, там сцена практически 10 сантиметров от пола. И когда, я вот был недавно на концерте Скотта Хендерсона, несколько дней назад, два дня назад здесь, он играл с тем же составом, с той же программой здесь и два года назад мы с супругой Валерией Антиковой были в Лос-Анджелесе на том же концерте, такой же состав был в клубе бейкет-потейто. Здесь они были реально звездами, там они были просто никем. То есть, Скотт Хендерсон ел эту огромную картошку, которая была завернута в фольгу, типа крошки картошки, которая является фирменным блюдом этого заведения, пил пиво, ну, и он просто вышел из дома, просто поиграл. Он был в такой же рваной майке, как и в грязной, как и выступал здесь, но опять же, это вот я сейчас скажу позже по поводу одежды. Впечатление тогда у меня было, ну, поскольку мне нравится этот артист, конечно, мне было приятно, но здесь я смотрел на шоу, здесь это был концерт, там это был просто джемсейшн, на который просто пришел чувак, вышел из своего дома и чуть поиграл. Значит, по поводу иностранных клубов, то есть 90% клубов там такие, и там нет ничего. Единственный клуб, который меня реально вдохновил, в котором был очень круто, это клуб в Голландии, в Амстердаме, Бим Хейс клуб джазовый, там действительно невероятно, то есть он имеет многолетнюю историю, там очень круто, но вот из всех городов, где я был, это был единственный такой клуб, и в Амстердаме он единственный, и как бы это очень крутое заведение, но такого количества заведений, как здесь, у нас, ну, нигде в мире практически нет, так что здесь площадка на самом деле для жазовых исполнителей она огромная. По поводу продвижения артистов, я хотел сказать тоже, что это большая проблема, то есть на данный момент я веду часть на мою преподавательскую деятельность, и даже запустил сейчас программу, которая называется Music Coaching, которая направлена на то, чтобы помогать музыкантам, которые уже закончили и получили какие-то навыки, закончили там какие-то учебные заведения, помогать им дальше как-то реализовываться, учить их, что надо делать, помимо того, что они просто умеют играть на инструменте, чтобы у них началась какая-то профессиональная деятельность, чтобы они попали в тусовку, чтобы они стали организовывать концерты, собирать людей, и так далее, и тому подобное. Вот, на данный момент я только развиваю это все, и делаю какие-то мастер-классы, но я надеюсь, что это будет востребовано. По поводу известных коллективов, вот, хотел сказать, что Елена привозила на свой фестиваль группу Снарки Папи, известную, и у них на последнем альбоме есть текст от основателя группы, басиста, где он рассказывает про то, что 7 лет они ездили по штатам, и не было никакой отдачи. Затем он поехал в Штаты, вернее, затем он поехал в Великобританию, и там он так получилось, что он для себя обнаружил, что он оказывается знаменит за пределами Штатов. Они собрали, потом сделали небольшой тур, собрали там кучу народов в клубах, была предпродажа, 450 билетов, у них такого в жизни никогда не было. Они вернулись в Штаты, и они играли в день рождения этого основателя группы, и в итоге собрали 4 человека на концерте. У него прям так и написано, на альбоме. Это вопрос? Нет, это не вопрос, но мне казалось, что мы немножко в рамках дискуссии. Я просто хотел озвучить точку зрения музыкантов с страны. Я был в среду, но они в Лондоне 4,5 тысячи человек были. Вот, теперь в Лондоне вот так. Вот. У меня есть еще просто несколько моментов. По поводу одежды вы говорили, да? Многие музыканты считают, что им это не нужно, но правильно все сказали, что для того, чтобы представить нового музыканта, действительно, он должен во всем быть хорош, и в том числе и в одежде. Но если это Скотт Хендерсон, он может выйти хоть в трусах, и на него придут люди, и если им будет нравиться, как он выглядит, и если они придут сюда, то всем будет по барабану. Так же, как и Чик Корею, когда я был в Нью-Йорке, на нем он тоже вышел в такой же драной майке, какой ты просто играл. Да, но им просто все равно. Извините, можно вот пару фраз, да, по поводу музыкантов? То есть у меня такое ощущение, что нужно сейчас просто до музыкантов донести, что конкуренция большая. Для того, чтобы чего-то достичь, нужно работать, взять и делать. То есть не сидеть и ждать, что кто-то из арт-директоров, вот я отправила письмо, да, окей, я такой замечательный, такой крутой, работайте, товарищи, учитесь, учитесь не только в музыке. Вы должны не только уметь играть на гитаре и писать свою музыку, и не делая коверов, и по всему. Нужно еще обладать определенным набором инструментов в наше время для того, чтобы быть конкурентоспособным. К сожалению, у нас сейчас это рынок, рынок везде. Вы, к сожалению, обращаюсь к музыкантам, да, вы должны уметь себя продать. Вы должны найти тех людей, которые помогут вам себя продать. Вы должны уметь производить впечатление. Если вы придете с засаленными волосами в клуб, кидая диск арт-директору, что вот он я, дайте мне концерт, арт-директор не будет с вами разговаривать. Арт-директор мило улыбнется, потому что человек воспитанный и много общается с людьми, положит этот диск на полочку и забудет. Вы работаете, вы создаваете впечатление. Где-то там микрофон. Я хотела по поводу вышесказанного вас попросить. Пожалуйста, арт-директора. Я и представляю и общество, так скажем, музыкантов, и певицы самой, и у меня музыкальное агентство. То есть я между двух огней постоянно мечусь и тоже имею беседу постоянно с арт-директорами. Вы абсолютно правы во всем, что вы говорите. Я с вами абсолютно согласна. Для меня нет никаких вопросов и белых пятен. Каждый зарабатывает свои деньги, каждый занимается своим делом. Я просто хотела вас попросить, пожалуйста, вот к вам обращается артист. Тоже и мне задачу облегчите. Обращается артист, вот он приходит за своими волосами с вами диском. Вы говорите, у вас с вами иметь беседу? Или у вас есть представитель, с которым иметь беседу? Он скажет, потому что они часто, знаете, приходят один, туда пошел барабанщик, туда пошел, там, не знаю, менеджер, так называемый, туда пошел фронтмен. С кем иметь дело? Вы ему скажете, с тобой, значит, с тобой. Если вы отказываете этому артисту, вы, каждый для себя, вот вы можете сказать, вы, как вы видите, вы можете ему сказать, почему ему отказали? потому что вы, на самом деле, делаете очень большое дело, если хотя бы одному из них скажете, что, ты знаешь, мы тебя не можем пустить на порог нашего клуба, потому что ты выглядишь непрезентабельно, или у тебя там уже какие-то вещи. Я знаю, что многие арт-директора, они говорят, это не наше дело, да, то есть он принес вот продукт, я его не принимаю, но 99% музыкантов, они думают вот именно как вот наш, да, уважаемый тромбонист, вот джазовый, 99%, и с этим никак, нельзя ничего сделать, понимаете, вот, и я с этим сталкиваюсь, я ему, вот потому что в моем коллективе, я ему могу сказать, переоденься, да, там, поменя программу, там, сделай то, сделай все, но арт-директора, это никогда, чаще всего, никогда не говорят, они просто не берут трубку, не подходят, да, то есть я понимаю тоже и вас, да, что он вам там неприятен, он вас достает, но хотя бы кто-нибудь из вас, скажите ему, одному, и это пойдет как-то уже, знаете, как сарафан на радио, скажет ему, что этого делать не надо, и этого делать не надо, и этого делать не надо, потому что на моей практике, вот первый раз у нас такая встреча, да, когда вы вот можете как-то открыто что-то сказать, что нужно делать, что нужно делать, на первый раз, остальное время все, да, кстати, это очень важный вопрос, вот девушка затронула, это вопрос, ну, как сказать правду, в глазах, да, да, я всегда буду сказать, и самое трудное, самое трудное, честное слово, для вот, человека, который занимается тем, чем занимаемся, говорит, сказать нет, это вот, ну, вот каждый меня поймет, наверное, это ужасно, может быть, все ноги, там, слова, не знаешь, какая реакция, действительно, последует, кто-то, кто-то, ну, как бы, кто, более-менее, так сказать, уверен в себе, а не просто так, позитивно, да, чтобы нас поселить, но вот я, Надя вчера, смешную историю рассказывал, кто-то, он все агрессивно начнет реагировать, понимаешь, но мы-то, мы-то люди тоже, понимаете, когда, у меня была ситуация, когда музыкант, из-за того, что выбрали не его, у меня в течение месяца писал, почему-то иностранный музыкант, писал, «Погореть на нем в аду», и так далее, и так далее, понимаете, и как бы, я же человек, извините, я женщина, да, как бы, и мне вот такие тоже вещи, вы слышите, да, нет, причина отказа, она была абсолютно адекватная, понятная, ничего такого там не было, но, вот, как бы, всегда, честно говоря, не хочется обижать людей, всегда стараешься найти какие-то правильные слова, и тем более ты нистина в первой инстанции, не можешь сказать, вам сделайте вот так, вот так, вот так, да, то есть, формулируешь скорее, это может не подойти фестиваль, это не может подойти фестиваль в данный момент, или клубу, там, и так далее, то есть, надо по разные причине, конечно, объясняешь, мы все воспитанные люди, мы все, как бы, ну, вы как видите, да, у нас нет никакого гробиянов, там, каких-то, и так далее, поэтому, простите, можно я скажу, да, у меня несколько таких историй, одна из историй, я просто, ты сказал, не формат, извините, это невозможно, человек долгое время, оказывается, пишет в соцсетях гадости про меня, это неважно абсолютно, то есть, самое первое, я обычно, если это никак не подходит, да, я не буду ему объяснять, почему, я просто не знаю, как это человек, зачем ввязываться, артисты сами провоцируют, но то, что, извини, пожалуйста, чтобы артистер молчал в ответ, да, да, чаще всего так, потому что, и так много дел, да, бывают истории, когда ты говоришь, не формат, человек продолжает, а почему не формат, вроде формат, сначала начинать, все мои друзья у вас играют, а я лучше их, почему я не играю, таких вариантов тоже много, тогда дискуссия чуть продолжается, я объясняю, почему не формат, для того, чтобы, ну, говорящему нужны уши, да, человек должен услышать, чаще всего не слышат, и насчет, я хочу сказать, насчет смешной истории, я вот Наде рассказывал, наш бармен дал мой телефон какому-то музыканту, который узнал про джаз-клуб, музыкант позвонил, говорит, мы хотим у вас выступить, я говорю, что за формат, я и певица, я говорю, так, вы и певица, и что, ну, там, подклад, шансон, я говорю, спасибо, это не формат, а что у вас формат, я говорю, ну, вы знаете, ну, не формат шансон, ну, что у вас формат, я сразу, чтобы так вам, как-то его сразу отсечь, сказал, госпол, нео-соу, там, для него эти слова, я думаю, первый раз слышал, но он позвонил через два месяца и сказал, что сделал программу в стиле нео-соу, с певицей-негритянкой, и что, мы сделали уже две песни, можно выступить у вас, да, две песни, я говорю, а вы с группой, ну, у нас есть саксофонист, он такой радостный, мы обязательно у вас выступим, и так далее, то есть, это не внушает никакой агрессии, наоборот, это смешно и очень трогательно, он там типа, а можно перед каким-то концертом мы выйдем из поемного соу, который мы сделали, там, нет, тут вопрос в адекватности, конечно, когда ты чувствуешь, что музыкант адекватен и готов слушать, ты ему что-то говоришь, когда ты не чувствуешь этого, и чаще всего ты не чувствуешь, когда ты видишь какой-то такой, когда музыкант с высоты, смотрит на тебя, и это сразу понятно всем, мы просто говорим, не в формате. кстати, к вопросу о том, когда ты чувствуешь, что у нас сказать нет, а говоришь, да, он вопреки своему, так сказать, интуитивному, какому-то, но слушаешь, но не могу сказать, что плохо, но не плохо это, но просто чувствуешь, понимаешь, что, скорее всего, наверное, не вызовет это интересы у публики в данном месте, чувствуешь просто, а музыканты прозят, ну пожалуйста, там все, ну говорят, было такое пару раз, вот у меня, я думаю, ну ладно, может там, ну так сказать, можно же ошибиться, правильно? Ставишь концерт, все, приходит время концерта, и вообще, ни одного человека, вообще не записано, они приходят, смотрят грустно в пол, и как же так, и в общем, и это вообще, жутко неприятная ситуация, и ты понимаешь, что человеку, как бы медвежью услугу оказываешь, то есть, ты понимаешь, что будет вот наперед, а он все равно уговаривает, делает по-своему, и получается такая вот плохая штука в итоге. У меня есть предложение, кстати, по поводу таких ситуаций, у меня было несколько раз, что приходят действительно хорошие музыканты, то есть, я их отслушала, я вижу, что, ну, ребята, прямо вот, хорошо сыгранно играют, качественно играют, хорошую свою музыку, но я понимаю, что это не мой формат, вот совсем, и я понимаю, что я была там, я была в клубе Козлова, я была в Форте, я была там, не знаю, в доме у дороги, то есть, я объездила все эти заведения, и я понимаю, в каком заведении вот именно эта команда будет звучать, в каком заведении эта команда сможет себя проявить, и я прямо вот этим музыкантам иногда даже рекомендую, что ребята, сходите туда-то, сходите туда-то, извините, у меня здесь, у меня соседи над головой, у меня нельзя вот так громко играть, вы крутые, но извини, Валера Каримов, ты не можешь в Би-Би Кинге выступить, потому что это очень громко, ты очень крут, но это не получится, это никак, или извините, ребята, вы прекрасны, вы чудесны, у вас есть своя публика, но не получится в этом заведении играть там, не знаю, тяжелый металл, но это абсолютно другая атмосфера, каждый арт-директор, он чувствует свою публику, он знает свой клуб, он знает, какая музыка туда пойдет, поэтому вот в таких ситуациях может быть истинно. Да, я хочу, это очень важная тема, вот тут, кстати, помимо арт-директора, очень хорошо, когда музыкант сам тоже чувствует, насколько он вписывается в какое-то вообще именно место, клуб, концертную площадку, ну, я могу на примере своего клуба привести пример, что вот у нас есть регулярно выступающий коллектив, которые очень качественно играют такие блюзовые кавера, посвящая это одной очень известной группе. И вот, что касается «Союза композиторов», это какое-то удивительное для меня просто попадание в точку вот по соотношению публики, которая ходит в это место и вот того, что ей предлагается регулярно собирает коллектив на протяжении уже там лет пяти раз в месяц стабильные концерты и постоянно, постоянно на них ходит народ. Вот какая-то срабатывает какая-то зацепка именно вот относительно вот этой площадки, вот этого контента, который они предлагают. И вдруг этот коллектив оказывается на площадках моих друзей, других клубах и мы начинаем общаться и оказывается, что полный провал. Вообще вообще ничего. Казалось бы, очень успешный проект, есть своя аудитория и вот это как раз вот то самое соглашение. отчаяние, ожидание. То есть Дима абсолютно верно говорит, потому что мне часто звонят музыканты, которым место в эссе. Ну, просто место в эссе. Я им так и объясняю. Не надо здесь. Хорошем, в эссе. Я им говорю, не надо здесь выступать. Вы не соберете в этом клубе и так далее. Мало кто из них меня слушает и мы ставим концерт, пустой зал, хотя в эссе у них все прекрасно. То же самое как бы с Союзом композиторов. Есть несколько музыкантов, которые играют в Союзе. Всегда полный зал. В других клубах пусто. Всегда тоже. Тоже всегда. То есть смысл. Вот ты нашел свое место. До отчаяния публики и так далее. Не надо распыляться, не надо ставить себе целью играть во всех клубах. Слава Богу, что нас так много. Каждый путь выбирает как бы те места вот с той же Maribu+. Я вот столько говорил. Не, я понимаю, что мало. С одной стороны мало, с другой стороны много. Так вот про Maribu+. Тоже, которая в клубе Козлова стабильно почти 4 года постоянные аншлаги. В некоторых других местах не собирают. Несмотря на весь их пиар, опять же промо и так далее, на их шоу. То есть тут есть много таких нюансов логистических, которые тоже надо анализировать и уметь музыканту анализировать. Вот здесь мы не соберем просто потому, что публика не та. Доверяйте арт-директорам, на то мы и поставлены. Вот Галина просила. Да, на самом деле вы все больше и больше отвечаете на эти вопросы, которые я хотела задать. Я быстренько. Я, собственно, представляю коллектив, я его сама продвигаю, я являюсь его солисткой, не буду здесь пиариться, потом лучше лично расскажу пиариться. Я посылала практически всем, ну, тут пара этого выступали уже несколько раз, всем остальным посылала. Ромо-видео очень хорошего качества, фотографии студийных, мы нанимали тоже дорогих фотографов и все, в составе коллектива преподавателей московских джазовых учебных заведений. То есть я не могу сказать, что это совсем, да? И я, безусловно, примавера-босса, бразильский джаз и бразильская музыка, но это не популярная бразильская музыка, а скорее как Рыбников или Артемьев, только там. То есть это не совсем попса и не совсем джаз, это вот такая серединка. И до сегодняшнего дня у меня была полная уверенность, вот я отправляю и тишина. То есть не почему для меня, вот как для человека, который начинает продвигать, вкладывает кучу денег, на самом деле, стилистов тех же, хотя мы, в общем-то, занимаемся джазом, То есть вот все вот эти вещи коммерческие, которые очень важны, понять, что не так. У меня было ощущение, что просто вы эти письма даже не читали. Вот слава богу, я теперь вижу, то, что говорила Елена, говорила Анна, меня вообще очень утешило. Вы живые, вы настоящие, вы искренние, у вас свои проблемы, вам может это нравиться, не нравится, я это уважаю и понимаю, что мы можем не подходить по уровню, не подходить по стилю, не подходить по духу, как угодно. Большое вам за это спасибо. И, собственно, вопрос, можно ли после того, как у нас закончится сегодня этот мероприятие, подойти лично, обсудить какие-то вопросы? Сор-директор. Я вам скажу, все-таки, знаете, вот у меня немножко другое мнение по поводу звонков и телефонов. Объясню почему, потому что как раз действительно по e-mail приходит очень много информации, безусловно, но, как и смотрят, смотришь, не привлекал, не привел как, как бы, но отвечать, как и всем, действительно большое количество, но мне как раз работает ситуация, когда артист сам звонит, он меня спрашивает, а почему? Я говорю, ну, потому что вот это, вот это, вот это. Он говорит, а может быть так, а может быть так. Например, в частности, вот мы говорим о тех группах, которые, скажем, поставить на сонных концертах нельзя, они не соберут. Но, есть опять же, вот пример, как у, в Кулу Гудманах проходит фестиваль биотломания, мы там очень редко делаем какой-то там день рождения нашего проекта или там открытие сезона, где мы как раз используем несколько коллективов, то есть мы берем как бы хедлайнеров 3-4 и один как раз коллектив молотой, который мы можем показать публике, которые, как правило, они играют бесплатно, приходят, они это понимают, они готовы это сделать. И потом уже, как бы, вот так пару раз мы их включили какой-нибудь большой сольный, ну, какой-то совместный концерт, потом мы уже начинаем приглашать. И также ситуация работы, скажем, у меня были артисты, которые мне звонили, что-то говорили, а можно мы придем в клуб? Я говорю, давайте приходить. Они приходят в клуб и показывают мне тема материал, я смотрю, вижу, что это действительно классно. Вот так в частности я стала работать с одним артистом, там он принес, показал мне свое видео и показал обложку, я увидел, что это фотосессия, я увидел, что это хорошо выглядит, это артистично, это вложенные деньги, то есть я на это среагировал, я говорю, окей, давайте попробуем сделать, давайте работать. Поэтому для меня лично наоборот действует, когда люди мне звонят или приходят ко мне в клуб, чтобы встретиться, и опять же при беседе я лишний раз либо подтверждаю, что этот коллектив не надо ставить, либо я вижу, что человек действительно готов что-то делать для того, чтобы, скажем, выступить в клубе в определенном формате или что-то изменить. Поэтому для меня лучше звоните, приходите. Окей. Можно я тогда скажу тоже одну реплику? Просто хотел сказать на самом деле огромное спасибо всей этой встрече, всей этой идее, потому что, ну, чтобы вы понимали, что в принципе наши музыкантские какие-то, да, посылы, они заканчиваются на вас. И вы, как бы, ну, волей-неволей, да, являетесь тем, что там, да, закрывают какой-то там, ход дальше. И чтобы мы понимали, что у нас нет с вами какой-то, что у нас нет противостояния. Вот. И чтобы мы лучше понимали вашу ситуацию, да, из чего вы, как бы, исходите, и просто сказать спасибо вообще всей этой сегодняшней встрече, потому что нам, конечно, лучше, ну, мы, в принципе, работаем на эту зелу, чтобы музыкантам показывать публике, да, вот. И еще хотелось бы чуть-чуть все-таки поменьше молчания, конечно, молчание в ответ, но больше всего угнетает. Вот. А так очень здорово, и спасибо и спасибо. Спасибо. Есть вопросы еще кого-нибудь? Мы ответили на все вопросы. Все уже. Да, есть ли вопросы? Я предлагаю тебе. Да, да. Не пустите, пригодите. Я просто хотела добавить, может быть, кому-то из музыкантов будет интересно, ведь помимо России так или иначе существуют еще и другие площадки, скажем так, да, другие страны, в которых есть свои платформы, на которых можно тоже пробегать себя и попробовать себя. Для того, чтобы, может быть, как-то лучше оценить свое положение и ситуацию здесь, может быть, ездить куда-то в другую страну и попробовать там, посмотреть, как там, потому что все время у нас же есть такая некая наша русская особенность, вот у нас вот тут-то все плохо, а вот там вот хорошо, да. И есть, например, такой замечательный форум музыкальный, да, выставка, которая называется Jazz Ahead в Германии. Вы можете зайти на сайт этого форума, каждый год он проходит в апреле месяце, у них есть шоу-кейсы, на которые можно подать заявку, правда, вот в этом году, это уже скоро, по-моему, в ноябре заканчивается прием заявок, заплатить деньги за участие в выставке, подать заявку, если вдруг у вас что абсолютно вероятно, поскольку действительно я сама участвовала как шляпе жюри шоу-кейсов Jazz Ahead, да, и я знаю, что там абсолютно беспристрастные жюри, собранные из директоров и промоутеров разных стран и разных фестивалей. Они вас выберут, вы с удовольствием заплатите за приезд своего коллектива в Германию, за билеты, за проживание, и бесплатно выступите перед большим количеством профессионалов, да, и к чему я говорю, потому что вам за продвижение себя артисты в Европе платят деньги и это нормально там воспринимается. Соответственно, вот можно попробовать, да, вот сделать так и посмотреть, да, как бы, как это работает. Там музыканты ходят по выставке, они представляют себя, они продают себя, как бы это не противно не звучало, да, каждый год общаются, иногда по 5-6 туда приезжают и каждому промоутеру с разной стороны объясняют, вот какой ты прекрасный, почему ты должен выступить у него на фестивале. Мне кажется, это интересно просто вот попробовать себя. И теперь вы музыканты, я бы поехала и попробовала. Я еще хотел добавить, вспомнил, опять же, в фейсбуке писали относительно того, как зарабатывать, как зарабатывать в клубах, нам не дают денег и так далее. Никак не зарабатывать в клубах, просто нереально зарабатывать в клубах, забудьте про это. То есть, если у вас нету никакой возможности зарабатывать, как профессионал-музыкант, найдите побочную работу, связанную, опять же, там, с преподаванием, например, либо околомузыкальный какой-то, там, с помощью помогать арт-директорам. Работы можно найти много всякой, не обязательно учиться на зубного техника, да, но я тоже не вижу в этом ничего плохого. Я помню, у меня несколько друзей-музыкантов в году, наверное, 99-м, 2000-м, да, часть ушли работать в банк, часть ушли в юридические какие-то компании, и вместе с тем они продолжают заниматься музыкой до сих пор, для них это является хобби, но они не распыляются, они не ломают свою душу, например, там, в каверовых коллективах, на жестких, кровавых работах, свадьбах и так далее, они играют ту музыку, которую хотят. Я не вижу в этом ничего плохого, если музыкант будет иметь дополнительную профессию для того, чтобы прокормить семью, да, потому что для многих музыкантов я знаю, до какой степени большую болью является мы только играем все, хорошо, зарабатывать деньги приходится в страшнейших коллективах, от которых их тошнит, но они там работают, я не знаю, я не знаю, что лучше, каждый, конечно, пусть выбирает по нраву, но я не вижу проблемы в том, чтобы найти побочную работу, слава богу, сейчас очень большое количество частных школ музыкальных открылось, да, и можно пойти преподавать, у кого есть талант преподавания, ищите побочные работы, клубы никогда не прокормят, никогда. Есть еще один вариант, сейчас достаточно развиты разные бизнес-школы, я знаю, что несколько музыкантов, которые делают проекты достаточно успешно продаваемые, заканчивали некие курсы по СММ, вот эти вот, СММ-менеджменты, они учатся, как продвигать, они учатся, как взаимодействовать в сетях с потенциальными работодателями, с потенциальной публикой, этому всему тоже сейчас учат, если хотите научиться это делать, отзывы в интернете, Google вам помощь, Яндекс тоже, это тоже можно все найти, посмотреть, пойти поучиться, это курс, по-моему, там месяц или полтора месяца, то есть вы уже будете понимать, как это работает, как себя бятать. Можно я скажу просто последнюю маленькую вещь, вы знаете, мы тут вот сидим такие, да, вот рассказываем, как вести себя музыкантом, что делать, мы на самом деле абсолютно в таком же положении, как и вы, то есть вы продаете, там, как мы опять-таки говорим, музыкальный, а мы продаем свои фестивали и свои клубы, людям, да, как вы ищем, спонсоров и так далее, то есть мы абсолютно в таком положении, как и вы, мы не чуть у нас ситуация не лучше, да, потому что, чтобы сделать фестиваль там тут же, нужно найти спонсорские деньги, потому что билеты все равно не покроют расходы на этот фестиваль, поэтому мы абсолютно в таком же положении, как и вы, абсолютно, точно так же периодически стучимся в закрытые двери и головой об стену, и очень много неудач, и попадаем, и рискуем, и, в общем, у нас все точно так же, как у вас, абсолютно. Да, и вот запомните, нет шоу, нет бизнеса, то есть это действительно так, к сожалению, нас кормит публика, слушатель, и надо думать и арт-директорам о слушателе, и музыкатам о слушателе, чем его захватить, чем его завоевать, этого слушателя, да, покорить и так далее. Не зря эта вот вся фигня называется шоу-бизнесом, грубо говоря, да, шоу-бизнес, то есть то, что приносит деньги, должно быть ярко, это должно быть талантливо и неизбито. В общем, мне кажется, это важнейшая вещь для музыканта, потому что кабацкий период прошел. Да, вот так. Все, вопросов ни у кого точно нету, Есть? А-а-а. Здравствуйте, меня зовут Алексей. У меня, наверное, несколько вопросов, несколько есть два предложения. Спасибо всем вам за то, что вы выделили время и пришли, и вам большое спасибо. Я хотел сказать следующее, что я предлагаю в следующий раз, если мы будем собираться, сделать некий отфильтрованный опросник, например, в Фейсбуке, потому что наверняка вопросов большое количество, мы реально не можем обсудить их все, это первое. И второе, чтобы тот, кто у нас есть админ, ответственный за это дело, ну или кто-то, например, фильтровал какие-то наиболее важные темы, например, касающиеся, мы сейчас все входим в зону турбулентности, там, декабрь, наверняка у кого-то есть мысли, у кого-то есть дырки, у кого-то есть, ну, у кого-то есть профицит, у кого-то есть дефицит работы, это первое, это было бы, наверное, удобно для всех. И второе, по поводу организации вопросов, потому что, мне кажется, так будет более продуктивно. И второй момент, касающийся промо. На затраты выступления в Бамбу Баре мной было потрачено 50 тысяч для съемки, там, минутного ролика переделки ремикса Депешмонда. Вот. И в разговоре с киношниками, которые делали этот ролик, они сказали, вы знаете, если бы вы, музыканты, сделали некую ассоциацию которая бы предоставляла, например, ну, какую-то более-менее стабильную работу для киношников, то они бы серьезно двигались в цене. Так как клубам нужно хорошее, качественное видеопромо, а нам нужно взаимодействие с клубами, у меня есть предложение создать все-таки что-то такое, при котором, например, мы бы с киношниками говорили, что у них будет 40 работ в месяц, снятие, например, какого-то очень клевого промо-ролика, они ведь могут работать не только в белых циклорамах, они могут выезжать куда-то на площадку, но с ним можно будет договариваться не за 50 тысяч под ключ, а они могут это делать тысяч за 10, например, если у них будет большое количество объема работы, понимаете, потому что мы все равно время от времени это делаем, это не означает, что каждый будет затрачивать каждый раз для какого-то выступления эту сумму денег, но когда понадобится кому-то, какой-то группе или коллективу это сделать, он сможет сделать это больше, чем в три раза дешевле, нежели он одиночно будет заказывать эту процедуру. Вот, надеюсь, что понятна моя мысль. Ну, наверное, больше ничего умного не скажу. Вы не стесняйтесь еще вопросы арт-директорам задавать. Например, некоторые музыканты, которые у меня в клубе выступают, они знают, что у меня есть среди гостей, среди друзей клуба люди, которые готовы действительно за небольшие деньги снимать промо-ролики. И также я представляю клуб, вот, как и уважаемый коллега-гарант, под репетиционную базу тоже абсолютно бесплатно. Вот, поэтому вы просто озвучиваете, спрашиваете арт-директоров, я не знаю, может быть, это на Фейсбуке тоже какое-то сообщество сделать, как вариант. Это все есть, это все имеется, это все можно делать, взаимодействуя. Ну, у нас в клубе все концерты снимаются, это в большинстве славаном и является промо для многих групп в довольно приличном качестве. Да, я хотел бы сказать еще следующее, что промо-промо-розен и очень часто мы тоже сталкиваемся, когда кто-то присылает там промо-ролики, ты понимаешь, что это вообще не продать, ни при каких обстоятельствах, не потому, что это хорошо, плохо сыграно, или в принципе это, вот, а только лишь потому, что это неинтересно, или это интересно, но долго, что означает, тоже неинтересно. вот, эти ребята, по крайней мере, те, с которыми мы готовили промо-ролик для Бамбу-бара, у них есть там люди, например, сценаристы, есть режиссеры, у которых нет большого количества работы, и там человек может сказать, вы знаете, я за пять тысяч вам сделаю посекундный хронометраж, например, на минутный ролик, хотя минутный ролик это очень много уже на сегодняшний день, но, тем не менее, за небольшие деньги при больших объемах можно сделать интересный, то есть я хотел сказать, что все те, кто делает или планирует делать видео, то надо подумать, будет ли этот материал работать то, что мы планируем сделать, потому что, как показывает практика, а мной была потрачена большая сумма денег для изготовления видеоматериала, который лежит в столе, он просто не работает, потому что видео имеет такую особенность жить своей собственной жизнью, ты можешь в YouTube это вылить, и потом невозможно отследить это видео, которое будет жить своей жизнью, для того, чтобы каждый раз заказчику или директору говорить, вы знаете, на сегодняшний день мы уже не работаем, это было ошибочно, там было много неудачных моментов, это может навредить, и поэтому мне кажется, что это важный момент, но есть профессионалы, которые сразу скажут, вот это нельзя делать, или вот это нельзя делать, заплатить ему всего лишь каких-то относительно небольшие деньги, но, еще раз, почему я настаиваю на создании некой группы, это тоже привлекательно, когда у арт-директора можно спросить, не предоставляете вы напрямую съемочную группу, но представляете, если вам будет звонить огромный поток людей по вопросам видео, ну, как бы, зачем каждому из вас этим заниматься, да, если будет какая-то группа организована, то этим будет заниматься какое-то информационное пространство, например, просто объявление в фейсбуке, где человек может сам лично позвонить этим киношникам, и они дальше будут им заниматься. Мне кажется, так. Спасибо. А у арт-директоров нету никаких мыслей, что-нибудь сказать. заканчиваем. Извините, у меня после предыдущего спрашивающего возник вопрос. Все-таки актуальность видео за большие деньги с цифлорамой, это когда ты хочешь продать проект публике. Все-таки арт-директору нужно скорее съемки живого концерта? Ну, смотри, тут как раз Алексей говорит о чем. Первый посыл это любая съемка на телефон. Второе, это уже промоутирование концерта, когда ты уже промоутируешь среди публики, вот там уже нужен коротенький ролик, реально коротенький. Потому что арт-директор, я, например, многие демо просматриваю, они за час лятся, да, я пролистываю, слушаю, потому что одной композиции не создашь мнение о группе. Это может быть все круто, одна композиция красиво снята, лучше посмотреть целиком концерт и посмотреть, насколько это интересно, потому что через три композиции может стать скучно и так далее. То есть промо нужна именно для продвижения уже тех групп, которые арт-директор одобрил, для продвижения рекламы концертов. вот так. Сейчас такие телефоны хорошие делают, снимите на телефон, нет? Выше крыши достаточно, правда. Я сам иногда снимаю на телефон какие-то эпизоды концертов, чтобы просто выложить это на свой канал StarJars, чтобы показать людям хотя бы, как это выглядело и так далее. Есть огромное количество вообще в интернете, вот Стэнли Кланг прошел концерт, например, кто-то сидел там снимал просто с амфитеатра, выложил концерт, это люди это смотрят, хотя бы, как это выглядит, поэтому, ну вот, я не думаю, что стоит вкладывать деньги и тратить на какой-то супер-пупер-мире видео. Как раз вкладывать деньги, мне кажется, стоит, если вы продаете на ивенты себя. Это, безусловно, когда вы приходите к заказчику, он какой-то дорогой товарищ, там, банк, еще что-то так далее, вент-агенция, да, им нужно показать красивое видео, и то вот по своей практике, например, у меня постоянно было такое, то есть, есть хороший видеоролик, в который вложены деньги, визажи, стилист, девочки, там, все красиво, там, Москва-сити и так далее. Заказчик говорит, а вы живое видео, да, пришлите, пожалуйста. Мне говорит, не важно, какого качества, я пусть хочу убедиться, что на моем ивенте это будет точно так же, как у вас, вот, на видео, чтобы не было никаких сюрпризов. Поэтому здесь иногда двояльная ситуация, то есть, у меня 50% заказчиков ивентеров просили все время отработать с артистом, но первостепенное значение, потом, как это выглядит на сцене, а потом уже все. И вот, от себя хочу добавить такую вещь. Знаете, я ее как бы все время стараюсь применять в работе, когда-то я работал продюсером программы «История в деталях». Мы там часто показывали артистов, которых, например, не было известно широкой аудитории, то есть, это там, не Аня Семенович, не там, какой-то там, Хабенский или еще что-то так далее, да, показаны знакомых людей. Моя задача была, вот, мне приходило, Siri Майор говорил, задача такая, что-то из каждого неизвестного артиста выцепить такое интересное по-человечески, да, понятно, что у него нет известных ролей, понятно, что у него нет какого-то бы графа, но он, как человек, может быть интереснее, либо хобби какое-то, либо еще что-то и так далее. И вот, если стараться каждым молодым артистам что-то в своих пресс-рэлизах находить, какие-то интересные, чисто по-человечески, да, чтобы вы прежде всего зацепили, как интересный человек, а потом уже прессу, купив это, как бы материалы делать, потому что действительно, вот мы даже пресс-релизы каждый раз делают, мы их немножко стараемся делать литературно, за что нас не любят редактора, да, потому что они говорят, пишите, где родился, где учился, но большинство американских певиц, которые у нас выступают, у них все, все одинаково, родилась в таком-то году в Нью-Йорке, закончила такую-то школу, играла с теми, с теми, с теми, ни для журналистов, ни для публики это вообще не имеет никакого значения, потому что абсолютно никто не понимает, там, какое учебное заведение, где там учились, для них это не влияет, то для вот Кирилла Машкова это имеет значение, а, скажем, для вашего досуга они вообще не понимают, кто это, что это и как. А человеческая история, действительно, как бы, знаете, вот если вы будете подавать какую-то человеческую историю, своих материалов, это очень важно, это может работать. Я хотел еще добавить по поводу киношного видео, мне кажется, ну, у меня большой достаточно опыт в видео, то есть у меня свой канал большой на Ютюбе, там, с уроками, с чем-то еще, для музыкантов киношное видео, ну, киношная съемка, это, в принципе, не актуальная тема, потому что это очень дорого, а простой Mark II творит хорошим фотографом чудеса, реально, то есть и записан звук, там, по канальному, то есть... А? Ну, как бы, да, ну, то есть это... И бюджет небольшой, потому что ко мне приезжает фотограф за 2000 рублей от снимать сону хорошую зеркалку, и это удовлетворяет спросу всех. Если, конечно, есть там задачи, как у Тормейс, конечно, там крутая съемка нужна, но когда таких задач нет, то и стоит ли тратить такие деньги на них. Ну что, друзья, спасибо огромное, по-моему, все удалось. Кто еще, может быть, из коллег, что-то еще не пожелал, что-то сказать музыката, может быть, да, давайте пожелаем что-нибудь хорошего. Вот Лена сказала, Максим, я бы, не сказала, ну, какие-то, так сказать, может быть, идеи, такие напоследок, да, Рома? Вот, и, ну, я со своей стороны могу сказать, что, как бы, просто вспоминаю фразу известную всему миру, время разбрасывать камни, и время их собирать. Вот, ну, проблема большинства людей, не обязательно артистов, а вообще всех молодых в основном, в том, что в основном как-то стремятся уже приступить к сбору, еще толком не разбросат, может быть, до конца. И, ну, это такой путь, в общем, болезненный достаточно, много расстройств там и всего прочего. Хочу сказать, что артистам, если там не ответили, там, раз-два, отказали, все, но вы точно чувствуете, что вы идете своим путем, точно знаешь, что это не петь не могу, допустим, продолжать работать спокойно, нарабатывать, расти, и, значит, просто не время пока, может быть. Придет какое-то время, и все само будет получаться, как бы, какой-то будет прорыв в Корее, правильно? Какая-то, ну, будут создаваться какие-то ситуации благоприятные для вас. Поэтому, если точно чувствуете, что ваше, что это нужно, просто работайте, и не отчаивайтесь, не обижайтесь, и не злитесь, тем более. Всем удачи. И мы тоже будем работать, конечно же, таким же образом. Ура! Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok